Всем доброго дня! Я надеюсь, что меня видно и слышно. Приветствую вас на канале Marshall ArtsBG. На сегодня у нас запланирован целый ряд вопросов. На самом деле гораздо больше, чем здесь сейчас около меня представлено. Вот часть вопросов вы сейчас видите, часть вопросов у вас еще есть. Я не уверен, что мы успеем их обсудить. Хотя о некоторых из них, наверное, я сейчас что-то скажу. Одну секундочку. Очень прошу вас дать мне обратную связь. Здравствуйте, добрый день, Хомахников. Я правильно произношу ваш ник? Надеюсь, что правильно. Окей. Итак, значит, мы сейчас... Смотрите, значит, во-первых, у нас есть вопросы, о которых я уже сказал, которые здесь не представлены, но я кратенько по этим вопросам кое-что скажу. Значит, был вопрос, связанный со страховками, падениями и прочим. В комментариях я ответил, что, ну, учитывая очередь готовых видео, я думаю, что видео, слегка касающееся этой темы, выйдет где-то, наверное, через месяц-полтора, я так предполагаю. Может быть, я раньше как-то засуну очередь. Но, значит, это видео будет посвящено работе на Земле, в принципе. Помните, мы уже говорили о Гоу-Тюань, у нас есть видео такое на канале. И в новом видео, которое будет посвящено этой теме, речь пойдет о Ге-Тан-Тюань. Это тоже такая работа на Земле, с Земли, способы, как это сказать, способы различных падений, способы, в том числе, в некотором смысле, акробатические какие-то методы, да, способы легкого вставания с Земли, способы работы на Земле и прочее подобное. Значит, окей, окей, спасибо вам большое за ответ. Так, и, соответственно, вот видео будет касаться именно такого направления боевого, да, из которого уже, как бы, в результате различных трансформаций и каких-то компиляций, да, получились некоторые другие, похожие на это. В частности, направление боевое, о котором я говорю, повлияло, в том числе, на известный Чуадиал, да. Есть какое-то влияние, есть отдельные элементы, отдельные техники, которые вошли, в том числе, в это боевое направление. Итак, значит, это вот такое вот коротенькое объявление по поводу страховок и прочего. Там, правда, в этом видео не будет рассказано, буквально не будет речи идти о конкретных каких-то элементах. Но видеоряд, в принципе, представит все эти элементы, вы сами это увидите. Действительно, в боевых искусствах подход к работе в портрере, лёжа, сидя и так далее, ну, явно сильно отличается от единоборческого, от спортивного подхода. Это вполне естественно. Мы уже говорили, что методы работы единоборств продиктованы правилами единоборств. Когда мы меняем правила, у нас меняется и единоборство. Возникает какое-то другое единоборство. Но чаще всего, правда, в единоборствах правила одни и те же, поэтому мы наблюдаем почти одно и то же. Во всех спортивных единоборствах. По этому поводу я уже сказал, теперь у нас речь ещё будет о семинаре, например. Сегодня мы будем говорить о семинаре. Значит, смотрите, наверное, дождёмся большинства подписчиков, чтобы точнее об этом поговорить. Но вот просто я несколько опасаюсь забыть некоторые моменты, связанные с семинаром. Потому что, в принципе, всегда задаются одни и те же вопросы. Я отвечаю на эти одни и те же вопросы. А потом оказывается, что желающий приехать на семинар задает, собственно, и те совсем вопросы. То есть, на самом деле, надо было говорить о нескольких других вещах. Но... Сейчас, одну секунду. Такие ситуации бывают. Это, в принципе, наверное, какая-то норма даже. Я постараюсь сегодня на стриме, в том числе, описать и список вопросов, которые обычно не задаются, но которые, мне кажется, актуальны. Так, Алексей пришёл. Здравствуйте. Иван, здравствуйте. Так, значит, это по поводу семинара. Поэтому, пожалуйста, когда мы будем обсуждать этот вопрос, напомните просто о каких-то частностях, да, с этим связанных. Мне надо не забыть сказать об оплате, мне надо не забыть сказать о размещении, не надо не забыть сказать о каких-то... О том, что надо с собой привозить, или о том, что вас ждёт здесь, там, и так далее, и так далее, да. Такая ситуация. Так, и давайте уже конкретно к нашим вопросам. Значит, вот первый вопрос. О импульсе движения, да. Действительно, я упоминал ряд способов набора импульса. Еще раз просто напомню, для тех, кто не в теме, способы набора импульса движения. Это способы, которые облегчают само движение, способы, которые дают вам возможность тратить меньший сил, а на выходе получать больше результата. Для тех, кто не понимает, о чём я говорил, для тех, кто курс физики школьный хотя бы пропустил мимо ушей, да, я просто напомню. Существуют совершенно научные, физические способы взаимодействия с этим миром. Кто не помнит, например, о законе рычага, ну, я не знаю, наберите где-то, в гугле, там, посмотрите, как при помощи рычага вы можете поднимать предметы, которые вы не могли бы поднять при помощи собственных мышц, собственных усилий. И так далее. То есть существует масса методов совершенно адекватных, научных, применимых, такие, как центробежная сила, ну, собственно, сила вращения, да, такие, как элементарные совершенно формулы, которые проходят, вот, чуть ли не в третьем классе, формулы, связанные со скоростью, временем и расстоянием, там, и так далее, да. Все эти вещи, безусловно, применимы в боевых искусствах, применяются постоянно, и ряд целых законов, физических законов, научных законов, доходит в свое отражение, соответственно, в боевых искусствах. И когда мы говорим о боевых искусствах, так, вот сейчас посмотрим, я здесь перечислял, значит, от шага, от поворота корпуса, от риверса и подрагивающие усилия, да. Здесь, правда, написали в комментарии, что так и не поняли, что это такое, да, я от предыдущего движения еще, да. Смотрите, ну, если вы приедете на семинар, например, в этом году, мы уделим этому внимание, вы поймете, по крайней мере, о чем речь идет. Ну, чему-то научитесь, чему-то явно не научитесь за короткое время семинара, вот, но я, по крайней мере, могу это вполне подмаслировать, объяснить, там, и так далее. И вы сами, самое главное, самое главное, что вы сами это попробуете. Потому что никакие слова, объяснения, показатели, видео и так далее, конечно, не сообщают, как бы так сказать, той необходимой части собственного опыта, да, который является наиболее полезным. Так, дальше идем. Да, и по поводу наборов импульса, да, действительно, есть еще, здесь вопрос был, наверное, есть еще, есть еще. В частности, такой элементарный набор импульса, как вывод таза вперед, да, который используется для ударов ногами очень часто, да, то есть попробуйте, знаете, вот, простой эксперимент опять. Ребят, мы все время говорим, в принципе, о простых вещах. Здесь нет нагромождения, боевое искусство это очень простая вещь. Именно поэтому часто, часто недопонимаемо, да, слишком это просто. Об этом мы еще тоже поговорим отдельно. Так вот, проведите простой эксперимент. Нанесите удар ногой тычковый. Обычно, например, валите там передний удар ногой и нанесите его без вывода таза вперед. Смотрите, что у вас получится. Скорее всего, у вас либо ничего не получится, либо основной импульс своего движения вы будете брать от разгибания коленного сустава, да, когда у вас голень будет в этом случае уже бьющая. Собственно, не так много вы получите от такого импульса. Вам придется добавить еще импульс от поднятия гидра дополнительного, да, но это за собой почти автоматически потянет все равно вывод таза вперед. Почему? Потому что эффективность такого действия как раз обеспечивается выводом таза вперед. Это тоже набор импульс. И если вы действительно работали над какими-то техническими элементами, элементарными, вот мы берем там, не знаю, три основных тычковых удара. Передний, боковой и задний. Тут вообще это самые простые вещи, которые только можно себе представить. Если вы их работаете как раз как следует отрабатываете и сделаете основной упор на вывод таза, соответственно, в сторону, назад, вперед, там, и так далее, да, то вы поймете, что на расстоянии 20, там, ну, может быть, 30 сантиметров, именно на этом расстоянии эффективным становится ваш удар. И за счет чего, и в какой момент? Именно в тот момент, когда вы выводите таз в сторону удара. Это и есть импульс, который вы используете для этого. Он не единственный. Конечно, на этом останавливаться не надо. Для таких тычковых ударов используется еще и от импульсов. Чаще всего, когда мы говорим о наборах импульса, мы сочетаем, компилируем между собой несколько способов набора импульса. Это вполне естественно, так оно, в принципе, и должно быть. И с каждым таким способом вы только облегчаете себе процесс и получаете большую мощь на выходе. Именно поэтому я говорю, что не надо беспокоиться о силе своего удара. Есть люди, обычно это либо начинающие, либо застрявшие в начинающих, люди, которые все не беспокоятся о силе своего удара. Они все не задают вопрос о силе, они все не говорят, у меня удар сильнее, а у кого-то улевший из подворотни еще сильнее и так далее. Но это связано с неумением пользоваться своим телом, я думаю, в первую очередь. Ну и во вторую очередь мы всегда получаем ошибки, когда мы действуем неуместно и не вовремя. Своевременные и уместные действия уже обеспечивают эффективность. То есть здесь опять, это не вопрос силы, а вопрос того, как вы используете собственное тело и силу ситуации. Помните такой термин, да, существует, силу ситуации, такой китайский термин, который касается к разбоевых искусствах и масштабных сражений в том числе. Окей, об этом мы поговорили немного. Есть смысл перечислять мне еще какие-то способы набора импульса? Я думаю, что нет, потому что принципиально опять слова-то ничего не значат. Если мне надо немножко поучиться, я думаю, это куда полезнее, чем просто проговаривание слов. Так, Эдуард пишет. На словах трудно объяснить, я пробовал объяснить это в моих видео. Целостность всей структуры тела, расслабленность, поворот бедра и плечей, выбрасывание кулака вперед. Ну да, совершенно верно. Вот Эдуард подтверждает мои слова, что в видео, наверное, это сложно достаточно. Хотя такие попытки делаются, и некоторыми людьми довольно удачно. Эдуард, например, на мой взгляд, удачно это все объясняет. Пытаешься уделять внимание каким-то деталям. Это факт. Но не всегда все равно это получается через видео. Ну согласитесь, ребят, для того, чтобы осваивать боевое искусство, вы, наверное, должны себе представлять, что такое, например, работать на шагающем экскаваторе. Вот понимаете, просто поводить какую-то машину, я не знаю, какой-то автомобиль личный, там, легковой, это для этого недостаточно, да? И крановщиком поработать для этого недостаточно. Понимаете, да? Здесь есть масса каких-то особенностей, особенно в деталях. И если вы водили легковой автомобиль и оказались в кабине пилота, вряд ли вы легко сориентируетесь среди всех этих приборов, датчиков, тумблеров каких-то и так далее. То есть мы все понимаем хорошо, что водичный транспорт, это не просто вращать штурвал, да? Любой транспорт, я имею в виду, руль, штурвал там вращать и так далее. Для этого нужно еще что. Вот с боевыми искусствами ровно то же самое. Можно, конечно, попытаться по видео учиться, и видео уроки у нас тоже на канале есть, там, и так далее. Я надеюсь, что они как-то все-таки действительно помогают, там. По крайней мере, люди, которые уже имеют какую-то базу, да, могут уже справиться с видео уроком. Вот. Либо должно быть какое-то вот все-таки индивидуальное взаимодействие, как вот у меня есть несколько таких вот онлайн-учеников, да, которые, я вижу, что они делают. Они мне присылают свои видео. Я вижу, я могу совершенно спокойно их поправить, да. Я могу объяснить, как это должно работать уже на фоне их опыта. То есть фактически такое же взаимодействие, как в зале, скажем. Окей, оставляем эту тему. Двигаемся дальше. Значит, снова у нас возник вопрос, связанный со спаррингами, с представителями традиционных хитаяских боевых искусств. Ну, то есть в смысле, когда единоборцы, там, спортсмены, например, да, на спарринговой работе встречаются с бойцами, там, боевых искусств, да. И, безусловно, много очень видео. Ну, как много-немного, но там десятка-два, наверное, можно сходу найти, где бойцы боевых искусств как бы проигрывают, а единоборцы как бы выиграют. На самом деле, ребят, если вы будете немножко упорнее, и если вы владеете немножко другими языками, то вы найдете другие видео на Ютьюбе, где совершенно обратная ситуация, где бойцы побеждают спортсмены. И в этом смысле, собственно, говорить-то не о чем. Когда единоборцы, вот, например, сегодня, буквально минут за 10 до стрима, я отвечал на комментарии одного подписчика, который как раз написал там какому-то видео, связанному с Винчунием, он написал, что вообще это все не имеет значения, какие стили там, еще что-то, потому что вот существуют какие-то видео, на которые достаточно сориентироваться для того, чтобы понять, что боевые искусства, значит, это все фигня какая-то, да. Ну, типичное мнение великого флотака и человека с огромным опытом, очевидно. Он, наверное, встречался с большим-большим количеством бойцов. Не в своем маленьком каком-то уездном клубе он там тренируется, а он прям ездил по всему миру с бойцами встречался и сделал такой вывод. Это удивительно, когда люди такие вещи заявляют, особенно ориентируясь даже не на опыт других людей, а на какие-то видео, случайно сделанные где-то. Это вообще удивительно. Я еще раз, я не буду говорить о том, как возникают такие видео, как они распространяются, кому это нужно там и так далее, да. И почему сейчас бойцы ММА самые-самые почитаемые. В принципе, я, кстати, эту тему раскрываю. Вот у нас через какое-то время будет продолжение цикла обсуждений первоисточников, и мы там будем обращаться к книге Брюса Ли, «Путь о переверающего плака». Наверняка многие знакомы с этой книгой, не то чтобы она сильно захватывающая, и мало кто помнит вообще о том, что там было написано. Но вот я хочу вернуться к этой книге, я хочу зачитать некоторые, по крайней мере, хотя бы какие-то отрывки из этой книги в совершенно определенных целях. Я их сейчас не буду перечитать. Но, кстати, одна из этих целей заключается в том, что на канале я предполагаю сделать небольшой цикл обучающих видео, в том числе связанные с Джин-Кон-До. Мы об этом еще тоже там отдельно будем разговаривать. Вот. Но почему я обратился к Брюсу Ли сейчас, когда мы говорим об этом? Потому что, понимаете, мы сейчас переживаем постбоксерскую эпоху. Практически жирную точку на постбоксерской эпохе поставил как раз Брюсу Ли. Когда он создал компилированное направление Джин-Кон-До, в том числе на базе боксерских элементарных техник. Мы знаем, что туда еще вошли перемещения из спортивного фехтования и работа ногами, ну просто типичная, которая имеет отношение вообще, наверное, к множеству единоборств в боевых искусствах. В итоге получилась некая компиляция, которая вообще-то должна была поставить жирную точку именно на боксе. Но возник удивительный такой, возник удивительный, как это сказать, произошел чудо, можно сказать. В какой-то момент, значит, возникает ММА, так называемая. Помните, я уже говорил о том, что ММА было создано людьми, которые владели там казино, просто зарабатывали деньги на интересе людей. При казино, знаете, там и церковые выступления бывают, и выступления поп-звезд различных там, и так далее. То есть создается какое-то шоу. Была идея создать очередное шоу. И на секундочку, вот именно у Брюса Ли возникало такое предположение, что нужно создать какой-то волшебный проект, где бойцы разных направлений будут встречаться. И как раз по идее его джит-кун-дой вообще боевые искусственные единоборства должны во что-то другое превратиться. Вот об этом мечтал, как Брюс Ли, это читается в его книгах, и в его высказываниях слышится. И на самом деле, что произошло? Произошло, что да, там пара человек, которые владели там, вот это казино, они действительно выкупили такой проект, он был вообще хилый, иначе никому не нужный. Но они выкупили этот проект и начали его раскручивать. И постбоксерские направления получили ренессанс, получили новое звучание на фоне ММА. Ребят, ММА чисто коммерческий проект, он не имеет отношения к спорту. Скажите, ММА входит в состав Олимпийских игр? Нет. И это не спорт, ребят, и никогда не войдет. ММА является боевым искусством? Нет. И уж традиционным вообще нет. Ребят, это коммерческая программа. То, что там течет кровь, и ломают друг к другу, там могут плавать пальцы, или, я не знаю, там придушить друг к другу, там и так далее. Но это говорит, что такое это шоу. А на рестлинге, на обычном, например, американском, все же знают, несмотря на то, что это шоу, договорные чисто бои, там тоже льется кровь, там тоже травма бучая. Все это, ребят, просто шоу. И поэтому так много шума вокруг ММА и так далее. Вот благодаря этому мы переживаем эту постбоксерскую эпоху, которая должна была закончиться, но вот этот вот ренессанс, этот, например, ММАшный, сейчас не дает эту точку, эту точку он размазывает, превращается в какое-то тире. И сейчас большое количество людей страдает по этому ММА, говорят, что ММА это показатель эффективности каких-то бойцов и наборов боевых искусств. Но, ребят, кто так говорит, давайте подумаем. Вот, например, долгое время на ММА побеждали, побеждала семья Грейси, которая практиковала джиу-джитсу. Причем практиковала, еще раз, профессионально, они на этом зарабатывали деньги, продолжают зарабатывать деньги. Не только на ММАшных поединках, но и, в принципе, уже на преподавании давно. Если вы считаете, что, например, джиу-джитсу, это офигеть, какое эффективное направление боевое, ну а что вам не поработать с людьми, которые занимаются постоянно джиу-джитсу? Давно уже не надо. Ну поработайте. Удивитесь, насколько это... Ну, короче, не хочу говорить о ничего плохого, все нормально там будет, наверное, да? И я не хочу сейчас обижать тех, кто практикует джиу-джитсу, а кто считает, что это здорово, все и так далее. Но просто попробуйте поработать с ним и поймете, что такое ММА, например. Или там самбо, например. Вот о самбо... Ой, даже не хочу сейчас говорить. Самбо вот это вот боевое, не боевое. Один проход в ноги, два броска, три удара. Больше ничего. И типа это офигеть, как круто. Ну нет, ребят, ну поработайте вы тогда с этими самодействиями. Походите просто... Вот это вот самбо, то самое, что мы видим сейчас на ММА, например, или подобные вещи. Это любая самооборонка. Вот пойдите в клуб, в клуб по соседству какой-то, который практикует просто самооборону. И поработайте с этими людьми. Все. Вот вам ММА. Что там от боевых искусств? Это даже до спорта далеко, до единоборств. Так, читаю. Алексей пишет. Мне понравился самим БОСД. Да, он по Винчун мастер. На ваших видео он часто присутствует. Он вызывал Ройс агрессию на бой без правил. Но тот отказался и сказал Ройс после этого, что Винчун хорошие бои. А, понятно, да. Ну окей. Да, это как бы так сказать такой плюсик в сторону боевых искусств. Но это тоже частный случай. Такой же частный случай. Как и те случаи, которые мы видим в качестве каких-то видео, где бойцы проигрывают. Мы знаем, что бойцы выигрывают и проигрывают. И все зависит просто от правил. Я еще раз напомню. Значит, ребят, когда вы выходите не на своем поле ни по своим правилам, вы наверняка проиграете. Представьте себе сборную России по футболу, которая надела на себя коньки в его клюшки. Они и так играть не умеют. А тут еще они оказались на хоккейном на хоккейной площадке. Ну что они? Они выиграют что ли? Нет, они проиграют обязательно. Это совершенно нормально. Не по своим правилам, когда вы выполняете то, что не заточено под правила. Ну, наверное, вы проиграете. Но когда вы идете к самоборонщикам, когда вы идете к спортсменам, к единоборствам, и работаете с ними не по их правилам, а просто без правилам, например, то вы получаете другой результат. Это вот по поводу ответа на следующий вопрос. Опять это получился только мой, наверное, ответ. Так, смотрим. Алексей пишет, тоже практик, как и вы, Станислав, тоже говорит о шагах, как он умер с вами военной защитой действия. Ну, супер. Спасибо. Замечательная, как это сказать, замечательная параллель такая, да, действительно. Ребят, нет бойцов настоящих, которые бы не уделяли внимание, большого внимания, наибольшего внимания именно шага. Как только забываешь о шагах, все, превращаешься в единоборство. Так, идем дальше. Эдуард пишет, в 90-х годах братья Грейси хвастались, что они самые лучшие бойцы в мире. Они утверждали, что даже мастер-венчин не менее, так, так, так их боится. Им публично не вызвал их на бой для всяких правил. Ни один не вышел. Ну, да, 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 вот об этом сейчас Алексей писал. Так, Алексей пишет, ММА это соревнования по определенным правилам, да, где не к основному. Да, совершенно верно. Эдуард пишет, Алексей Краснов, шаги очень важны, надо противодействовать противнику, а, не надо, противодействовать противнику силой. Очевидно, применяя эти шаги, пользуясь шагами, не надо противодействовать, не надо применять силу, да, много рационально и грамотно обойти противника, которые работают руками. Да, совершенно верно, как это, например, Эдуард делает, да, если вы это в логике посмотрите, по крайней мере. Так, Алексей пишет, а вы говорили, что часто стринговались с клубом самообороны, вопрос, а не ли спарринги умело или не сравнить их с бойцами боевики? Нет, вы, ребят, слушайте, я, честно говоря, опять не хочу никого обижать, если сейчас кто-то увидит это видео из тех людей, которые меня помнят и знают, например, к которым я ходил стринговаться, наверное, это их обид, но с другой стороны, слушайте, а знаете, сколько обид, вот таких вот, со сколькими обидами я уходил из клубов, когда люди обижались и больше меня, например, не ждали определенных, и я не о себе говорю, я не говорю, что я такой офигенный боец, что именно вот поэтому у меня так это самое, я такой на яму хожу по всем клубам и так далее, да нет, ну слушайте, Москва вообще большая, в 90-х годах было очень много клубов, реально очень много, там в 2000-х уже, да, их начали резать, почему-то запрещать даже, там и так далее, глупость какую-то, там начали делать, и очень трудно на самом деле, я уже говорил о том, что трудно клубам нормально выживать, обычно выживают те, кто платит за маркетинг, за рекламу и так далее, то есть чисто опять коммерческие проекты, а не боевые, но, да, действительно, бывали такие моменты, когда приходишь в клуб, например, один из самооборудованных клубов, о которых я упомянул, я туда и один ходил, и мы ходили с нашим клубом туда, ну что я могу сказать, клуб, в принципе, тоже зарабатывает на хорошем маркетинге, у них хорошее продвижение, они продавали DVD диски, со своими записями, там все было очень динамично, там все было офигеть, как классно, там офигеть, как даже, я бы сказал, жестоко даже порой, так, знаете, вот, но на деле, конечно, это все не так, ребята, реклама, и видео разные, и разные, разные писанины, о том, как здорово, вот, то, чем я занимаюсь, ребят, это все пустое, вот, какое-то время назад, к нам тоже пришел человек, который о Славяне Горецкой, что ли, в Альбе писал, что за два месяца, они делают, просто богатырей каких-то, ну, ребят, это смешное утверждение, конечно, я себе, это не представляю, даже если два месяца, каждый день, у них тренировки, каждый день человек приходит, а это нереально, ну, допустим, я представлю себе, ребят, это сколько тренировок получается, давайте посчитаем с вами, 61 тренировка, за 61 тренировку, из человека вы выкурите бойца фигелого, да нет, вы выкурите из него подобие какое-то, человек, который будет просто дрыгаться и кому-то поражать, больше ничего, не будет это борьбеться, просто, здесь уже даже не вопрос технологии какой-то, не вопрос системы обучения, а это уже вопрос физиологии человеческой, ребят, кто учил языки, скажите, сколько вам нужно времени, для того, чтобы освоить не двигательные программы, а просто язык какой-то элементарный, набор символов, сколько вам нужно времени, для того, чтобы освоить ситуацию, при которой вы едете в страну, язык, который вы учили, и можете там день провести, полностью пользуясь этим языком, покушав, осев где-то в отеле, поговорив с людьми, и так далее, и при этом не запинаешься, ребят, вам точно не два месяца понадобится, а это просто язык, это даже не двигательные программы, когда вы учите язык, вам вообще ничего не угрожает, ничего не рискуется, вы можете даже ошибаться, в принципе, в отличие от боевых каких-то практик, где ошибка, но это не сильно желательно, да, понимаете, о чем я говорю, поэтому, ну, какие-то глупости люди пишут, там, да, ну, а с другой стороны, ничего, у человека язык есть, вот он и говорит, все увидит, я вам тоже говорил, видите, да, окей, так, 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 да, Алексей пишет, ладно, я понял, можете не отвечать, ну, да, так что, по поводу качества бойцов, которые выходили, я не буду, ребят, говорить ничего, оставим это за пределами дискуссии, так, Алексей пишет, а кто заключается, сейчас же свободно, и это не спор, нет начальства, не, ребят, начальство есть, значит, если кто-то из вас, наверняка, большинство людей, с которыми мы сейчас, вот, все-таки, находим вообще язык, общаемся, это люди, которые живут на постсоветском пространстве, из не постсоветских, я здесь вижу только Эдуардов, да, в том смысле, что он не живет на территории бывшего СССР, все остальные переживают ситуацию, при которой, как же мне так сказать, чтобы меня тоже не сильно забанили, и не считали противником страны, разжигающим что-то там такое, по статьям там идет и так далее, да, что же такое сказать, короче, ребят, давайте я кратко так скажу, запретить можно что угодно, любой клуб закрыть можно, вот так вот, в одно мгновение, и частенько это происходит, и это можно сделать самыми разными средствами, начиная от коммерческих средств, элементарных, и заканчивая привлечением, каких-то знакомых тебе, из соответствующих структур, и да, действительно, клубы сейчас легко достаточно, вообще все что угодно сейчас легко достаточно закрывать, слышали, наверное, в России, вот сейчас вот недавно вышел закон, связанный с хостелами, то есть сначала дали людям раздышаться, появились хостелы, например, в Москве появились хостелы, круто, это дешево, это замечательно, а теперь раз, и зарубили их, то есть люди вложили деньги, люди целиком ушли в этот бизнес, а теперь у них все отобрали только, да, вот что происходит, ребят, все легко очень закрыть, на территории России, по крайней мере, слушайте, очень легко обсуждать, и выживает не лучше, выживает не лучше, выживает тот, ну в такой ситуации, в ситуации монопольной, выживает тот, кто ближе к этой монополии, это неестественно, так, дальше идем, значит, так, ссылки, которые разместил, есть бой на ринге, где мастер вообще никакое сравнение с его машником, и это только из-за надежды перчаток, вопрос риторический, но прокомментируйте, да нет, ну слушайте, я сейчас, к сожалению, не помню, о каком конкретном человеке вы говорите, но слушайте, вообще миллион есть видео, когда не только российские бойцы, но и из любых других стран, в том числе из европейских, когда они начинают демонстрировать какое-то убожество, я даже не понимаю, что у людей в голове, когда они ничего не умеют, и выходят с кем делиться, но такие же видео, ребят, вы найдете, и со спортсменами, с единоборцами, когда тоже человек ничего не умеющий, вообще ничего не умеющий, встречается с другим, не умеющий боксер, не умелый боксер, встречается с боксером умелым, будете вы смеяться над боксером в такой момент? Нет, вы будете смеяться над вот этим вот бойцом, не умелым, да, здесь тоже надо смеяться не над боевыми искусствами, которые якобы представлены этим человеком, а над конкретным человеком, так, вот мой комментарий, так, идем дальше, Эдуард пишет, как, например, сейчас рекламируют бой Данцика и Артем Данасову, все делал в известности и деньгах, конечно, конечно, и чем креполее персонаж, тем больше хайпа вокруг него, мы же понимаем это, да, надо привлечь какого-то, как бы это сказать-то даже, я не знаю, как это так выразиться правильно, человека, человека, который, человек, о, пожалуйста, слушайте, вот хороший пример опять, Киркоров, слушайте, Филипп Киркоров, никогда его не слушал, я даже не представляю, зачем он, но он, смотрите, он создает все время хайпа вокруг себя, он создает скандал, о нем помнит, благодаря этому он в тройных, что он создает, или у Купника, пожалуйста, возьмите у Купника, кто помнит вообще о таком персонаже, кто помнит его песни какие-то, я не знаю, еще что-то, а он до сих пор бабу стрижет, живет неплохо, да, понимаем, так что, чем криповее персонаж, тем круче, на самом деле, денег-то больше будет, в этом смысл, в этом смысл, кстати, и передача Буго, той самой, не хочу сейчас ничего об этом говорить, но просто подумать на эту тему, так, идем дальше, Алексей пишет, здесь ссылки не размещаются, ну да, здесь не размещаются, да, Эдуард пишет, Хава Хомяков, перчатки полностью, меняют всю картину боя, они очень ограничивают работу руками, сам все пошел, да, совершенно верно, вся защитная экипировка все умеет, да, Хомяков пишет, где же взять видео с компетентом, представителем с обеих сторон, вы знаете, я, конечно, не знаю, где конкретно вы живете, но, может быть, имеет смысл не в видео искать, я не думаю, что это достоверный источник, так же, как достоверный источник, он может, например, сужить екипедия, да, многие ссылаются на екипедию, как на что-то авторитетное, ребят, это не так, он создается, он пишется нами, так же, как и YouTube, создается нами, конкретными людьми, так же, как в ушу, у китайской, современной, создается конкретными людьми, ребят, вот это современное ушу, от академии ушу, или от, как это, министерства, там, спортивного, китайского, вы можете считать, что это традиционное искусство, как многие считают, но это не правда, возник такой термин, как гошу, как государственное искусство, и под эгидой государственных искусств различных, стал Китай развивать и традиционную живопись, пытаться его создавать, и традиционную, там, музыку, и какие традиционные еще вещи, да, в том числе, и боевые искусства, то, что они назвали в ушу, то, что сейчас везде там известно, да, и так далее, но это просто бренд, это способ продажи того, чего на самом деле нет, это воздух, я не говорю, что все мастера, которые там в Китае до сих пор остались, там, кто-то остался, что это воздух, нет, я говорю о, об изделии, которые получаются на выходе, вот это изделие, китайская академия ушел, это хороший бренд, который приносит деньги, и будет приносить деньги, такой же хороший бренд, игровой, как ММА, такой же хороший бренд, как, я не знаю, как Крафт Мага, который сейчас продают, на всех континентах, думаю, что не так успешно, как многие другие проекты, но, тем не менее, да, в России, кстати, сейчас тоже практически строится, такая пирамида, связанная с Крафт Магой, а раньше, такая пирамида была связана, тоже кто-то ее строил, связана с Айкидо, была пирамида, связанная с Текундо, ну и так далее, вот, это просто продажи, окей, дальше, поэтому, да, когда мы говорим о достоверных источниках информации, Хама, вам надо искать такие источники, в собственном образе, если вы живете на сервисном пункте, где находится большое количество каких-то клубов, там, направлений различных, и так далее, представленные, да, ходите по этим клубам, по этим клубам, работайте с этими людьми, если не умеете, если у вас опыта недостаточно, допустим, допустим, не вы, а кто-то там, опыта недостаточно, ну, сидите на скамеечке, посмотрите, подевайте, я не знаю, ну, какое-то впечатление вы получите от того опыта, который вы лично приобретаете, понимаете, о чем я говорю, да, это достовернее, чем YouTube, Википедия, Facebook, ВК, и прочее подобное, так, дальше идем, в конечном итоге, кстати, в конечном итоге, вам же иметь дело придется именно с этим, с теми, кто населяет ваш населенный пункт, ваши потенциальные противники, это те самые люди, выходцы из этих клубов, поэтому в конечном итоге, вам именно туда дорога, именно с ними вам надо работать, и этого достаточно опыта будет, так, дальше идем, я имею ввиду с ними работать, когда говорят против них, да, понимаете, особенность русского языка, вам против них придется работать, поэтому вам надо работать не так, как они, это тоже такой важный момент, наверное, так, да, так вообще уголовник, но людям интересно, безусловно, тем более, что он, по-моему, я могу, ошибаться, по-моему, он пытался сбежать в Финляндию, что ли, куда-то, в скандинавские страны, а потом его выслали оттуда, да, ряд удивительных поступков, конечно, рассчитывая именно на хайп, чуваку реально нечем больше зарабатывать, он зарабатывает продажей собственного бренда, вот таким вот образом, так же, вот как Джигурдан, например, кому здесь нравится Джигурдан, ничего не хочу сказать плохого, наверное, кто-нибудь напишет, нравится, клево, но человек продает вот свой бренд, все знают, как Макдональдс, когда вы идете в Макдональдс, вы знаете, что вам там ожидать, ничего особо нового там не будет, поэтому, когда вы туда идете, вы знаете, зачем вы идете, тут Джигурдан то же самое, в Датске то же самое, вы просто знаете, что ожидать, человек продает свой бренд, только этим не зарабатывает, больше ничего, так, дальше идем, так, это я не про Датсека, окей, так, Алексей пишет, скажите, по вашему опыту спаррингов, вам часто противники навязывают партер? Да все время, слушайте, ну вот сразу, давайте сразу, собственно, о том самообороны клуба, о котором мы сейчас только что говорили, да конечно, слушайте, когда люди не умеют работать стоя, конечно, не стремятся работать лёжно, надеясь на что-то, я уже говорил о порочной логике таких выводов, ну окей, но хотят так работать, ну пусть работают, например, я вам приведу, как раз мы пришли, как раз в такой, в этот самообороны клуб, вот, и я подумал, ну прям почувствовал такой фон, что, скорее всего, ребята будут стараться уже бороться, ну драться не очень умеют, будут стараться бороться, вот, а помещение было таким, ну не особо прям, громадным, по-своему компактным, я думаю, ну вот и отлично, будут стараться бороться, не надо напрягаться, ребята, помните, слушайте, когда вы занимаетесь военными практиками, помните главный принцип, не надо напрягаться, да, я тут тоже решил, что, ребят, напрягаться не надо, значит, если будет спарринг, я буду держаться где-то около одной из стен, не буду ничего проявлять, потому что же фокус там проявлять нельзя было никакую, потому что в следующий раз нас тут просто не пригласили, да, вот, поэтому я понял, что надо держаться около стеночки просто, и когда человек бросится там, бороться, еще что-то, автоматически, на его же импульсе, я легко прижмусь к этой стене, я никуда не упаду, ни при проходе в ноги, ни в руки, ни в голову, никуда, вот, ну и все, в один из спаррингов, ну да, так и произошло, я в принципе сам человека вытащил сюда, именно к стенке, так аккуратненько, работая с ним, он, да, действительно бросился на меня и пытался меня свалить, в то время, как я вот упирался спиной в стену уже, да, и мне вообще ничего не угрожало, кстати, напомню еще раз, при массовых каких-то столкновениях, когда вы прижимаетесь к стене, это означает, что сзади на вас никто не нападет, по периферии, тоже вряд ли, скорее всего, будет работать фронтально, что очень плохо, ну так вот, и мне осталось, просто локтем, в основании черепа, обозначить, десятка два, наверное, ударов, ну просто обозначить, чтобы окружающие, просто, ну зафиксировали этот момент, что ну все, ну продолжать дальше нечем, ну человек убить, ну реально, ну вот, вот так закончился, например, один из спаррингов, это по поводу борьбы, и прочего, мы пытались бороться, самоборонщики вообще любят бороться, потому что в зале, это хорошо у них получается, в реальности не получается, так, а, дацик сбегал в Норвегию, прошу прощения, да, спасибо большое за поправку, это действительно в Норвегию, все правильно, правильно, окей, так, Алексей пишет, Станислав, вы можете найти видео таких спаррингов, и выложить их на канале, или передать их по другому, какой-либо каналу, например, во Вконтакте, какие вы имеете в виду спарринги, где бойцы побеждают, или, если можно, как-то, напишите подробно, не очень понял, так, Георгий пишет, всем привет, спасибо за стрим, вам спасибо за присутствие на стриме, вам тоже привет, Алексей пишет, как у них получилось навязать, получалось навязать портер? А, ну, понятно, я уже ответил фактически на этот вопрос, не получалось, у нас был только один случай, когда один из моих учеников был действительно свален на землю, я даже не понял, почему, вернее, я могу описать, почему это произошло, но не имеет значения, это ошибка самого человека, хотя там же внизу, в портере, как бы, ему тоже сравнение ничего не угрожало, один единственный случай, из множества спаррингов, был такой, так что, то, что ему удалось навязать портер, так нельзя сказать, ну, в конкретном, в этом клубе, например, так, Алексей пишет, успешно у них получался или нет, ну, да, не очень, так, Эдуард пишет, в целом портер не опаснее других способов боя, у нас, например, есть целый раздел противодействия борца, ну, да, совершенно верно, вообще, в силу, вот, переживания, вот этого ренессанса, постбоксерского, у нас постбоксерский, постборцовский ренессанс, да, мы переживаем именно эту короткую эпоху, в этот момент, да, действительно, вашими противниками, на 99%, будет именно такой человек, человек от самообороны, по сути, то есть у него руки, ноги кейтбоксерские, а всякие там замашки борцовские, слушайте, тут даже ориентироваться не на что, опять, как Макдональдс, вы знаете, чего ожидать, дальше идем, Эдуард пишет, также в портре, можно убить, все, чем тело, совершенно верно, совершенно верно, нужно немного практики на это, да, потратить, какое-то время, потому что, ну, я знаю, по опыту, новичков, которые приходили, например, в московский клуб, конечно, они себя чувствуют некомфортно, даже в вертикальном положении, часто, а уж горизонтально, так и вовсе, сначала какая-то проблема, а потом, немножечко начинают разбираться, и вдруг понимают, что, ой, офигеть, как клево-то работать лежа, многие из них, кстати, отдавали уже предпочтение, вот работе вообще, да, вот, полотилами, специально там, ну, занимали горизонтальное положение, такие вот, спарринговались, это действительно легче, чем там вертикальное вот это положение держать, и следить за чем-то. Так, дальше идем, Алексей пишет, спарринги бойцов ВС, спортсменами и ММА-шниками. А, я понял, я понял. Слушайте, я попробую поискать, ладно, у меня не так много времени, на такие вещи, честно говоря, на всякие такие поиски. Еще раз напомню, что информация Ютьюба, она далеко не достоверная, это случайные съемки каких-то именно случаев, да, так скажем. Вот, ну, я попробую, хорошо, попробую найти что-то, где-то выводить. Так, Алексей пишет, видео этих спаррингов я не виду, вот запрос в храме. Да, да, хорошо, 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 я понял. Так, дальше идем. Значит, по поводу вот этого вопроса, я думаю, все обсуждено уже в очередной раз, надеюсь, что мы это хорошо все достаточно рассмотрели. Смотрите, прежде чем перейти еще к следующим вопросам, я, знаете, тут недавно пересматривал один из стримов, нарезал его тоже кусочками, там, как вот иногда я выкладываю, да, вот, и обратил внимание на то, что когда мы говорили о технологии тренировки, о последовательности каких-то тренировочных действий, о методиках, вот, мы все-таки как-то немножко размазали это все дело, да, давайте сейчас каратенечко еще об этом упомянем, чтобы люди, которых волнует этот вопрос, чтобы они могли все-таки найти этот факт, да, хотя, смотрите, вот, я сначала еще раз повторю, каким образом в московском клубе, например, проводились такие тренировки, это будет иметь отношение и к индивидуальным вашим тренировкам, и в том случае, если вы каких-то периодически собираете, как это называется, соратников, да, то, что если вы куда-то в клуб ходите, там вы будете выполнять то, что вам и так советуют, да, вот, а когда вы отдельно тренируетесь, значит, вот так, смотрите, значит, первое, с чего я рекомендовал бы начинать, да, это коротенькая медитация, 5-10 минут не так много, и это надо перед тренировкой делать, так, чтобы это не входило во время тренировки, то есть, если ваша тренировка длится, там, 5 час, 2 часа, там, 2,5-3 часа, например, порядочные 10-15 минут, эти 5-10 минут не должны исчерпывать время тренировки, раз, следующий момент, кому нужно размяться, ну, хотите, разминайтесь тоже, как я уже говорил, лучше работать, начинать работу на холодную тему, поэтому сразу начинается работа, работа, чаще всего, начиналась с укрепления рабочих поверхностей, да, я уже рассказывал о том, как это было, значит, фанера, с небольшим смягчителем посредине, да, с возможностью держать, такую, инкровизированную макелару, значит, на такой фанере обрабатывали удары руками, и удары ногами, для части поверхности использовалась вот эта вот более мягкая сторона, да, для части поверхности использовалась жесткая сторона, фанера боролась толстая, но все равно их ломали, но фанера явно лучше держит удар, и дает, дает еще упругость такую, да, что укрепляет поверхности гораздо лучше, чем какие-то другие варианты, вот, значит, для чего это делалось, в первую очередь, конечно, для того, кто укрепляет свои рабочие поверхности, а одновременно обрабатывает физические действия, во-вторых, это делалось для того, кто держит такую макелару, почему, потому что, а, любой новичок боится удара, ну, страшно боится, то есть, вот это вот, вот это вот смаркило непостоянное, с этим же надо что-то делать, а как это отрабатывать, как человеку привыкнуть к мощи удара, как человеку получить представление о том, что его ждет, если он будет не слишком добросовестен или внимательен, но только таким образом, ты держишь макелару и понимаешь, как она у тебя в руках отлетает, как она играть начинает, да, ты видишь, чувствуешь эту мощь и понимаешь, да, что это в тебя может так тоже влететь, человек привыкает к этому, вот психологическая привычка к тому, что на самом деле тебя ждет, а не условно где-то ждет, это очень важно, поэтому мы начинали еще вот с таких вот вещей, дальше у нас основная часть тренировки, здесь уже каждый работал, вернее, весь клуб работал по одному заданию, было некое задание, допустим, но каждый работал в своем ключе, да, я уже говорил, там практиковались разные боевые направления, именно поэтому каждый решал эту задачу по-своему, это были важные моменты, которые корректировались тут же, тут же делали люди очередной шаг на пути в своем боевом направлении, и так далее, это была основная часть тренировки, и менялись постоянно задания, значит, в принципе, все подобные задания представляли собой в некотором смысле спарринг, спарринг с ограничениями, это не значит, что человек, который шел на тренировку, он шел убийца, вот все, я обратно поеду весь в кровище, без зубов, с половыми ногами, чудо каким-то, вот нет, люди понимали, что все будет там в порядке, никаких проблем там не будет, но работа будет в спарринговом ключе, если речь идет о том, что, ну, например, есть задание, условно, когда люди работают одной левой рукой, и одна сторона, и другая сторона работают левой рукой в своем направлении боевом, понятно, что вся работа ведется в качестве уже спарринговой работы, но эта спарринговая работа, как вы понимаете, она сильно ограничена. Потом, в конце тренировки, когда будут свободные спарринги, люди полученный опыт тут же закрепят на этих спаррингах. Вот с этой точки зрения, вот такого рода методика мне больше всего нравится. Значит, потом отдельные элементы, изучение отдельных элементов. Либо такое изучение шло параллельно с заданием, когда человек уже достаточно опытный, и он сразу схватывает действия, сразу схватывает вот это движение какое-то элементарное, новый какой-то условно удар, новая защита для него и так далее, он тут же это практикует в качестве задания. Здорово. Либо, когда это касалось всех, когда этот элемент, ну я не знаю, мы берем, например, трог-бедуин, две ноги, например, летающие, в процессе поворота такого. да, это касается всех. Тогда все, конечно, все останавливаются, я показываю что-то, люди начинают это повторять, потом отрабатывают на хлопушках, например, и так далее. Вот такого рода. И конец тренировки, как я уже сказал, это спаринговая работа с вами. В процессе тренировки, вот там вот еще, ближе к началу, это цена обязательная, потом цена в ограниченном пространстве, так называемые, это когда как раз вы работаете с рукой, вооруженным ножом, с рукой, вооруженным битой, у нас биты были, кстати, вот, ну и подобные вещи, да, вот. И, значит, там же у нас, где-то в районе там работает цена, там же еще была работа, как это, там у нас часау, туль-шоу тоже прорабатывалось периодически, работа оружием, значит, в частности, ардикон, нунчарка, да, там же у нас изучалось, почему не было важно, чтобы нунчарк там изучался, потому что особенности действия нунчарка представляют собой, среди таких особенностей, это невозможность использования мышечной силы. Мышечная сила больше всего используется там, где тычковые удары появляются. Тычковые удары нунчарка вы можете нанести, только не вращая их, вы можете предварительные какие-то действия расширять на нунчарке, но когда вы уже разворачиваете нунчарки, когда они начинают вращаться, тычка у вас не получится, понимаете, мышцы отсутствуют здесь, и люди начинают схватывать правильные двигательные программы, начинают работать на наборах импульса, начинают понимать, что скорость действия зависит а от расстояния, б от краткости набора импульса. это сразу видно на премию нунчарку. Поэтому вот это я все перечисляю для тех, кто задавал эти вопросы по поводу тренировки, как она должна идти. Мне кажется, это наиболее эффективный момент, но это опять мое. Окей. Так, дальше идем. Идем, идем, идем. Эдуард пишет, неинтересно, кто работает на твердом, кто на мягком боксерском мешке. Так, Эдуард пишет, часто говорят, что работа на твердом мешке грудит суставы. Да, и это отчасти верно. Знаете, с чем это связано? Смотрите, большинство людей работают кулаком, мы уже говорили с вами об этом, да? Значит, если вы анатомию руки, анатомию кисти посмотрите, вы сразу увидите, как работа кулаком прессует сначала головки костей, вот эти вот головки вот этих вот суставов, да? Потом прессует и другие суставы. В итоге вы получаете, можете, я не так, вы можете получить ряд таких неприятностей, которые вас будут беспокоить прямо сейчас и которые вас будут беспокоить уже кукультивным эффектом, когда вы достигнете определенных возрастных норм каких-то, да? То есть в старости тринь детская придется страдать, многие люди вообще вот так вот кисть держат и уже не могут даже шевелить пальцы, потому что боль страшна, да? Развитие сустава, ребята, это плохо. Вы ими уже не воспользуетесь. Это факт. Поэтому, да, такая работа не очень хороша, но помните мое утверждение о том, что когда вы работаете с твердой поверхностью, ну, например, мы говорим опять о том же кулаке, что вы должны работать не только на мягком, но и на твердой. Это не значит, что изо всех сил сразу сносить какое-то место. Знаете, вот помните, я приводил даже пример, у меня приятель был очень винивый, боец был какое-то время неплохой, но винивый и страшный. Я как к нему прихожу, говорю, Игорь, ну что ты? Я к нему прихожу, кстати, у него такое огромное как это, лежбище, кровать огромная такая, две тумбочки по сторонам и обе тумбочки заставлены грязными чашками из-под чая. Он даже не мыл чашки. Он просто шел на кухню, брал очередную чашку, заладил себе чай и шел и ложился. Вот представьте себе, человек, лень, до чего вообще человек ввела. Я не знаю, когда и кто ему мыл в итоге все эти чашки, не знаю, и когда он кушал, питался, питался ли вообще, это вообще отдельная тема. Ну вот, я ему вот как раз зашел, как-то увидел что-то безобразие. Говорю, Игорь, ну что это такое, как ты проводишь время своей жизни. Ты же не оглянешься потом назад, представь себе, свои положенные 60 лет ты провел в таком положении. Что вот это за ерунда? Как так можно жить-то? Ну вообще, это же мгновение просто жизни пройдет мимо. И ты ничего не учился. Можешь лежать, толстеть просто, и все. Я говорю, ты вышел, говорю, на двор, а тогда уже снимали в Подмосковье снимали дачу. Он тоже там снимал свою дачу. Вот. Я ему говорю, выйди вот на улицу, смотри, вот у тебя дерево там растет. Выйди, побей в это дерево хотя бы, если ты можешь с тобой больше ничего сделать. На следующий день я снова к нему прихожу, думаю, надо зайти, там что-то не передать, что-то не помню. захожу, вижу абсолютно ту же картину, значит, те же самые, не мыть, чашки, тот же Игорь, который лежит вот так вот, да, но в труху разбитые ручи, пушотностью разбитые, а король этого дерева. То есть человек, вообще не напрягаясь, не задумывался, он просто встал с кровати в какой-то момент, вышел, обдолбил это дерево, дерево, кстати, тоже сильно пострадало, вот, и вернулся обратно, и вот с этими полностью вот-то разбитыми руками он лежит, вот это вот, потёки какие-то, он просто лежит, продолжает лежать. Удивительный человек был. Так, дальше идём. Да, это я по поводу того, что, да, твёрдые предметы, ребята, аккуратно надо, с этого надо подходить постепенно. Ну, конечно, ваши рабочие поверхности должны быть универсальными, они работаются должны на твёрдом и на верхом. Окей. Так, Алексей Петрович, Станиславов, вы управляетесь на боксёрском мешке? А, вы упражняетесь на боксёрском мешке? Если да, то в перчатках или везде. Не, ребят, в перчатках никогда не работают, когда очень холодные дни зимой. А в Болгарии, ребят, холодные дни, градусов в минус 15, это очень холодно. И не смейтесь над этим, не надо приводить в пример людей, которые живут в Сибири при минус 30 или минус 40. Вот, у меня приятель служил на острове Русский, очень известном острове, так там, да, страшно. Вот, где помимо холода ещё и влажность. Вот эти минус 30 там превращаются в минус 60 по рил филу, по ощущениям. В Болгарии то же самое, ребят, Болгария страна, которая сползана около моря. Причём около двух морей, там фактически Средиземная, совсем редко, да, и чёрная непосредственно в Болгарии корреляет. Здесь важно, к тому ещё предгорье, которые собирают эту влагу, конденсируют ее, да, горе тут тоже, цепь Балкана, да, старых Балкан идёт. Вот, поэтому при минус 15 здесь очень холодно. Это факт. Это длится очень коротко. Зима в Болгарии очень короткая, это факт. Но пережить её всё равно надо, поэтому выходишь, ты тренировался с утра, а там минус 15 ветер северный, да, и влажность колоссальная. тогда я надеваю перчаточки, садовые перчаточки, такие тоненькие, да, чисто из этих соображений, чтобы просто от холода, ветра и влажности не лопнуть кожу. Вот, а в принципе, нет, никогда не критик, перчатки я не работаю, на мешке, я тоже не работаю, но просто просто у меня мешкание. Это не потому, что я его там отвергаю как-то, например, когда я к учителю своему ходил, да, занимался, у него висел 100-килограммовочный мешок, довольно большой, знаете, прямо в человеческий рост, да, вот, тяжелый мешок, на котором он здорово отрабатывает мощный и тяжелый удар. Вот, и да, там я работаю. Сейчас у меня мешка нет, я работаю, вы видели по видео, по всяким, да, на столбе я работаю, на покрышках работаю, на покрышках мне больше нравится, чем на столбе, потому что ваша рабочая поэта кожа дублится очень быстро от покрышки, и очень рельефные покрышки становятся вам тоже не помеха, и там не обязательно мысли со всех какие-то вешать, да, вы можете работать на рельефных на каких-то. Это здорово, покрышки хорошая вообще тема, честно говоря. Вот так, дальше идем, дальше, дальше, Эдуард пишет, недавно слышал мнение, что при работе на мягком мешке мешком амортизирует и сильно перегружает суставы. Ну, это такая же ситуация, как с типичной макеварой, да, как раз. Вот почему у людей, работающих на макеваре, появляются мозоли, например, да, потому что макевары вибрируют в то время, как трется о нее рабочая поверхность, например, кулак, да, поэтому здесь появляются такие вот мозоли. Если бы эти люди работали не на макеваре, а работали, например, на мешке, работали на салфе, еще где-то, мозоли не было бы. Все так же точно формировалось бы, но без мозоли, да, вот, ну, вполне возможно, что на мешке, там, на амортизирующем, да, что-нибудь подобное происходит. Может перегрузить суставы, ребят, суставы надо беречь, суставы – самая страшная, ребят, вещь. Вы можете зубы все потерять, волосы могут все выбросить, я не знаю, вы можете утратить руку, например, да, я не знаю, что угодно, чем угодно можно пожертвовать, либо суставами, живыми, у вас было все хорошо. Я просто наблюдаю, здесь, знаете, в Болгарии страна долгожителей, несмотря на трудную достаточно жизнь еще недавнего и коммунистического, и докоммунистического прошлого, здесь страна все-таки долгожителей. И вот бабушки какие-нибудь, там, 90 лет, например, они в огороде там, копошатся, да, некоторые до 100 с лишним лет доживают, ну, это, конечно, не часто, я не говорю, что это каждый человек, но тем не менее, да, и они до самого последнего своего издыхания, они работают, что-то делают, и знаете, какой ужас их настигает, когда у них что-то происходит с коленными суставами, а у людей, которые ничем не занимались всю жизнь, кроме обычного, типичного труда, любого, такого, для того, чтобы зарабатывать деньги, колени вообще очень слабые, как правило, и колени летят в первую очередь, они стираются очень быстро, и так далее, вот, здесь, правда, хорошая медицина, тут старикам даже 90 лет, и старушкам делают операции, меняют головки бедра, например, да, вот это вот, в тазобедренном суставе, там, и так далее, вот у меня сосед, как раз недавно был прооперирован, в прошлом году, например, да, сейчас ходит, замечательно, и так далее, вот, но, салат остается фактором, сухарей не надо беречь, так, дальше идем, дальше, Эдуард пишет, я, например, работаю холстовыми, расслабленными, ясно-минутальными, на втором мешке, но, в тонких перчатках мешок отлетает, нет, боли в суставах, ну, окей, смотрите, может быть, нам сделать небольшую поправку, обсуждение вот этого вопроса, смотрите, я, например, не очень люблю тычки, я уже говорил об этом, мне больше нравится не кулак, а любые другие рабочие поверхности, хотя кулаком я тоже работаю, я его не вычеркиваю из состава своих возможностей, но я больше люблю другие рабочие поверхности, а эти рабочие поверхности, как правило, не тычковые, там больше круговых траекторий, например, каких-то, и так далее, может быть, в этом все дело, мне как бы, перечис mínу completing не надо, потому что, ну, например, вот когда вы работаете ребром в адphin, да, вопрос представитель, вот вы кулаком работаете, вы прессуете, все суставы. Вот таким вот образом работает против вас импульс вашего движения. А теперь, когда вы работаете вебром ладони, что у вас получается? Когда вы по кругу работаете, по сути, вы растягиваете суставы. Они не прессуются, они растягиваются. Если они укреплены достаточно, они укрепляются еще сильнее. Благодаря этому. Может быть, в этом все дело. Окей, дальше идем. Алексей пишет. Сколько по времени делась тренировка в клубе? Знаете, у нас там очень удачно, как правило, получалось. Как правило, в основном мы снимали один и тот же зал. Были, конечно, и другие залы. Делали попытки. Но, как правило, я снимал таким образом, чтобы заданий никого не было. То есть мы единственные, кто на это время записан. Солкай, допустим, я не помню уже во сколько, в 7-8 вечера. Не помню. Но заданий никого не было. Вот. И вот мы тренируемся и можем там еще оставаться. Никто нас на путь не выгоняет. Поэтому минимум тренировки у нас был... Ну, получалось так, что где-то полтора часа это минимум. Да? А, в принципе, люди оставались там на подольше, на два, на два с половиной даже было по-разному. Это уже зависело от людей, от их желания, от того, достаточно ли они наработались. Вот. Но, в принципе, кстати, большинство людей все равно уходило после вот этого часа, полутора, ну, полутора лучше, скажем, да. После этих полутора часов уходило, потому что, ну, в принципе, ты же приходишь туда не за фитнесом, не для того, чтобы побольше жирка стрясти. Жирных у нас не было уже. Ну, он не держится жир в таких случаях. Вот. Идея была в том, чтобы научиться, да, чтобы получить как можно больше. А способности восприятия у людей очень низкие. Мы очень медленно учимся. Вот в начале стрима я привел пример по обучению языкам каким-то, да. Не может человек за пять минут выучить целый язык. Ну, за исключением может быть особенных каких-то людей, чрезвычайно талантливых. Большинство как бы не способны. Не потому что большинство глупо, а потому что есть особенности накопления информации. Чисто физиологически ваш мозг, ваша нервная система действует по определенным законам. Эти законы перешагнуть, ну, мы практически не можем. Это же естественно вполне. Поэтому, когда вы приходите за какую-то информацию и перегружаетесь ею, это тоже минус большой. В итоге там ничего не остается. Вы должны брать ровно столько, сколько можете брать. А у нас тренировки были достаточно насыщенные информационно. То есть люди получали то, что должны были получать. Я имею в виду на уровне двигательных, да, а не на уровне разговоров, как вот мы сейчас с вами только разговоры ведем. Окей, дальше идем. Так. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Встал на вернемсяке. Так. Джонин пишет, Станислав. Если можно спросить, протекуете я ничего или, скажем так, почти ничему вы отдаете. Спасибо. А, да. Значит, кто слышал уже, для тех будет повтор, кто не слышал, ну, еще раз в смысле, тогда скажу. Значит, принципиально я занимаюсь файнзе. И файнзе трейн – это направление, которое вошло в состав очень многих боевых направлений. Именно из-за этого меня вынуждали, ребят, еще раз, я специально не занимался тем, что бегал по разным клубам, и вот здесь я немножечко позанимаюсь одним, а здесь я позанимаюсь другим, а здесь третий, но в итоге ничего не учился, да? Нет. Так получалось, что меня фактически не нуждали заниматься на базе файнзе, да, у нас там сразу появляется пигуа, через пигуа сразу, да, благодаря файнзе сразу что делал, потом, исходя из тех наборов импульса, которые там, значит, накапливаются у нас, это пайхэйтфайн, потом, значит, благодаря байхэйтфайн сразу и чуй байхэл у нас появляется, да, и так далее, и так далее. Джик-кунду, кстати, о котором я упомянул в начале видео, это была та самая проблема, из-за которой я в итоге ушел от своего учителя, ушел из своего клуба, не совсем я пропал, я, безусловно, там появлялся и все остальное, но это было таким камнем рекоментирования между нами, чем-то, что разделило нас, потому что в какой-то момент учитель, у меня, ребят, был очень талантливый, конечно, человек, человек, который был на голову ниже меня, а я тогда мальчишкой еще был, ну и мальчишка, мёнышек, ладно, вот, человек, который сражался с людьми совершенно различной комплекции разных направлений, замечательно сражался, вот, и для него, как знаете, вот, для многих людей опять, которые вот с языками с какими-то столкнулись, пока вы сидите и знаете только собственный язык, конечно, для вас все представляется ужасом, любые другие языки, если вы попробуете поучить другие языки, один, второй, третий, вы поймете, что все легко воспринимается, да, как сейчас вот выпускники Академии Лушу снимаются во многих фильмах, преподают самые разные направления боевых искусств, не потому что они тоже там подохлотались чем-то, а потому что если вы научились учиться в этом направлении, то вы можете освоить ряд направлений, это вполне нормально, это нормально, естественно, ну, ряд смертных направлений желательно, да, вот, поэтому вот джиткундо, например, в какой-то момент мой учитель слегка решил заняться джиткундо, а заодно, а что, фигли, раз я сам занимаюсь, заодно и преподавать ему надо, вот, кстати, как многие делают у нас ошибочные, как известно, джиткундо направление исключительно книжное, никто никогда, ни у кого из основателя, единственного бюстри, фактически не занимался джиткундо, это отдельная тема, это я отдельно расскажу в видео, которое выйдет через какое-то время, там уже все это описано, ладно, окей, вот, и мне не понравилось это, я поэтому ушел от своего учителя как раз в какой-то момент, потому что джиткундо это не то, что не нравится, но мне пришлось ему туда с вами, как в течение какого-то времени, и это не сложно, так, поэтому, да, когда мы говорим о направлениях, там, да, когда файнзи, например, я уже упомяну, сразу инжал файнзи, тут же возникает, тут же там лампай возникает на базе хоутфайн, а хоутфайн на базе файнзи, например, и так далее, то есть тут много-много сразу, вот так вот, сразу-сразу-сразу комплектуется, да, так, я надеюсь, что я ответил на вопрос, немножко, наверное, сумбурно, но надеюсь, что было понятно, окей, дальше идем, Алексей пишет, а вы не рекомендуете на мешке работать в початках, это защищает кулаки от ссадины кожи. Ребят, знаете, ссадины, давайте просто вот элементарно последим, когда ваш кулак попадает в мешок и трется о мешок, так же, как она кивару, вы тогда получаете эти ссадины. Если ваш кулак не трется о мешок, а протыкает его и возвращается, да, то вы ссадины не получаете, не так ли? Подумайте над этим, дальше идем. Кстати, когда вы работаете голыми стопами в мешке, у вас же ссадины не возникает? Почему? Что у вас сплошная мозоль, вот этот вот слой куберниса, который вы пользуетесь для предохождения, который в качестве такой подкладки под вашей стопой, чтобы представлять собой мозоль какой-то, ну можно сказать, что да, как бы мозоль, но на самом деле вы же не теряете мозоль отдельно. Это существует такая проблема? Ваша подошва это не мозоль. И тем не менее этой подошвы вы хорошо работаете в мешок. Почему? Почему там ссадин не остается? Вот подумайте над этим, подумайте тоже. Так, дальше идем. Алекс пишет. Если удар точный, без проскальзывания, направленный воз мешка, ссадин не будет при некоторой постепенности. Ну вот все, рад я даже был. Алекс пишет. Есть специальные конденсационные упражнения для пальцев, запястья, локтей, а не специфические стилиумы. Окей. Алексей пишет. Так что большинство стили вас научил один учитель. Не большинство, а всем. За исключением его уже учителя. Слушайте, я отдельно уже об этом говорил, даже не хочу сейчас говорить. Ну да, в принципе, да, один человек, безусловно. Один человек, да. Так. Джонни пишет. Спасибо вам за ответ. И вам спасибо за вопрос. Так. Слушайте, ребята, давайте дальше переходить к следующим вопросам. Хорошо? А то мы ничего не успеем. Так. По поводу семинара. Вот. Теперь мы приходим, значит, к вопросу о семинаре. Так. Значит, смотрите. Нам оставили открытую дату по семинарам. Что такое открытая дата? Это человек, который, в принципе, решил предложить такой семинар, он готов, в принципе, сорваться в любой момент практически. Прилететь. Ну, несколько заранее. Не в смысле вот завтра прям прилететь. А в смысле несколько заранее все-таки надо, конечно, предупредить и купить билеты и прочее подобное. Вот. Поэтому зависит, в принципе, от вас. Если кто-то хочет сюда прилететь для того, чтобы посеминарить еще и нескольких дней, а этот подписчик предложил от 3-4 дней до недели. Вот. И не обязательно прилетать на все эти дни. Можно прилететь на пару дней, если хотите. Или еще как-то. И так далее. Если хотите, так можно сделать. Вот. Значит, еще раз напомню, семинар будет посвящен обучению. Ну, условно говоря, открытию своего клуба, да, так скажем. И тому, как лучше все-таки начать это обучение. Я сделаю особый упор на ошибки новичков. Причем я этот упор сделаю на уровне говорения тоже слов, а на уровне практики, да, мы это сделаем. Я покажу, какие ошибки, чего стоят в итоге. Вот. И как легко человеку не просто объяснить на словах, а как легко выстроить ему правильную, с точки зрения эффективности, правильные какие-то длительные программы там выстроить и так далее. Вот. В основном этому будет посвящен. Для основы был предложен имиджал, но в качестве альтернатив был предложен там вам Пай. Простите, забыл еще что-то было предложено. То есть есть альтернативы. Если вас интересует, например, другое направление, вы можете в том числе эту альтернативу использовать на семинаре. Окей. Это вот тема семинара и о его продолжительности. Значит, теперь о том, как этот семинар, в принципе, здесь будет проводиться. Значит, я уже понял на примере других каких-то семинаров, что две тренировки в день оказывается слишком много. И если после первой тренировки сам вам покажется, что офиге, я могу еще два часа тут пахать, да, чисто на позитиве и энергетике, например, да, то потом вы вернетесь домой и понимаете, что пахать вы больше не можете. И на следующий день вам тоже не захочется возвращаться. Поэтому нет. Я вас, конечно, ограничу с самого начала. У нас, короче говоря, в этом году будет одна тренировка в день. Одна. Сколько она будет длиться, мы определим прям по ходу. В зависимости от того, кто приедет, с каким опытом там и так и дали. Посмотрим. Вот. Ну, явно не меньше часа уж точно, да. Мы все понимаем, что с меньше часа герой вообще делать нечего. Я не знаю, что похоже. Вот. Дальше. Что у вас здесь будет по размещению. В этом году, в принципе, я думаю, что я вас размещу. Я не думаю, что много народ прям прилетит. Я вам дам нормальное жилье с нормальными условиями человечественными и так далее. Интернета, наверное, не будет, потому что интернет туда проведен, где я вас размещу. Но подключение – это отдельные деньги. Если хотите заплатить эти деньги, конечно, вас подключат. Вот. Ну, сейчас не подключено. То есть проведен интернет, но не подключено. Вот. Дальше. По поводу питания. Магазины, конечно, есть. Возможности готовить, наверное, у вас не будет. Вот. Потому что для этого надо просто место, которое я хочу разместить, там все есть, кроме плиты какой-то. Плиты там нет. Вот. Это как-то, не знаю. Я предлагаю в качестве готовки какой-то, например, я могу договориться с местными, например, людьми, которые для вас за какие-то большие деньги будут готовить, например, будут вас кормить. Раз. Нормально будут кормить, ребят. Поверьте, все будет хорошо и вкусно. И вообще болгарская кухня – это офигенно. Не ходить болгарской, будет русской кухней. Раз. Второй момент. Если вы хотите быть еще свободным и поездить немножечко по окрестностям, вы можете взять «Ментакар». «Ментакар» здесь очень дешевый. При этом вы получите, ну, конечно, мобильность такое. А по поводу дешевизмы «Ментакара», по-моему, самая низкая цена в сезоне – это 15 евро, если не ошибаюсь. Подождите, нет. Или 10 даже евро в сутки за машину. Ну и бензин, конечно, вы еще будете оплачивать тоже. То есть, в принципе, это недорого. И в этом случае, если у вас будет автомобиль, если хотя бы один человек будет с правами, российскими правами, не надо бабиться, будут у вас российские права и возьмете «Ментакар», то проблемы никакой. Вы можете поехать в ресторан куда-то, можете поехать в кафе куда-то, в кино, я не знаю, и так далее. На бою хотите, поезжайте там и прочее подобное. Можно так еще. Это по поводу досуга и различных возможностей ваших. Теперь по поводу досуга в случае, если вы не верите «Ментакары», вы привязаны конкретно к этому месту. Вы можете сходить на развалины римской крепости, но эти развалины, ребят, на сегодняшний день, с каждым годом развалины все эти не разваливаются. То есть, если, когда я приехал сюда 5-6 лет назад, значит, я видел границы этой крепости, там были камни, кладка камней была и так далее. То сейчас, если я вас туда отведу, вы видите, откладки от этой, ну прям совсем уже мало. То есть, это условно достаточно уже римские развалины, хотя во всех путеводителях они обозначены. Там была и водоподъемная башня, и какое-то кладбище римских легионеров, еще что-то там было. На сегодняшний день, конечно, там все булком заросло в основном и так далее. Но, тем не менее, мы туда подняться можем, вы увидите красоты с высоты полета орла. Вот как орлы видят сверху, так и не могут посмотреть сверху. Это красиво. А, ну да, конечно, минеральные источники. Масса минеральных источников вокруг. Конкретно вот здесь, в округе, горячих минеральных источников нет, но есть холодные минеральные источники. Я вас туда отведу или отвезу, или направление покажу. Вы сходите. Это есть буквально здесь, на селеном пункте, и в других частях каких-то окружения. И так далее. Это вот по этому поводу. Теперь по поводу цены. Значит, я предполагаю, давайте сделаем в этот раз, сделаем, ну давайте 25 евро, например, за каждый день, за каждый день семинар, да. Так будет, будет такая цена. И она не включает в себя тогда коммуналку. То есть электричество и воду, которую вы потратите, вы отдельно, пожалуйста, туда платите, ладно. Это будет отдельно. Я не думаю, что вы много потратите, но, тем не менее, надо же кому-то платить за это тоже. Окей. Так, теперь что с собой брать? Ну, конечно, одежду для тренировок, в зависимости от того, в какое время вы собираетесь прилетать. Если это будет июль-август, это принидет жара. Исходя из этого, наверное, даже ни один комплект одежды надо брать. Если вы собираетесь прилететь в мае-июне, то это уже, это еще не так жарко, даже возможны какие-то, может быть, прохладные слегка дни. Ну, прохладные в том смысле, что все равно вы в футболке будете заниматься замечательно. Вот. Если вы прилетите, если вы хотите этот семинар на сентябрь, то это снова уже не такая жара, и море к тому же горячее буквально, да, и так далее. Вот. Ну, вот такая ситуация. Но здесь конкретно у меня моря нет, оно находится на некоем расстоянии, да, ехать надо. Пешком туда не дойдете, ехать надо. Хотя ехать в среднем. А, да, еще что с собой брать. Если вы собираетесь погулять по окрестностям какие-то, наверное, какая-то обувь, защищенная более-менее, какие-то штаны там до самой обуви, то есть не шорты, наверное, да. Это я понимаю, где здесь, как можно ходить, там, и так далее. Я могу и шорт там, и никакие там не змеи, не еще что-то. Да, здесь есть змей. Значит, недовитых змей здесь мы встречали довольно давно, но всякие не ядовитые, ужи там и так далее, их укус хоть и безопасен с точки зрения ядовитости, но инфекцию он вам занесет обязательно. Поэтому лучше без этого. Пойдите, поэтому я говорю, нормальная рубль закрытая и штаны до обуви. Это на случай прогулок, например, да. Хорошо бы еще шнепки, тапочки какие-то, да, в которых вы будете ходить дома, в которых вы будете принимать там душ, например, и так далее, да. Вот. Ну, такого плана. Главной убор желательно. Если не хотите, чтобы голова лопнула от температуры. Вот. Ну, вот основные какие-то такие вот, наверное, требования. Окей, дальше идем. Алекс пишет... А, так, сейчас, не знаю. Да, Алексей пишет... А вы не прочитали мой комментарий про работу на мешке и обереженности суставов? Как это совместить? Да, я не прочитал. Так, ощущает от кожи. Слушайте, сейчас, наверное, я уже не найду. Проработала мешки и переживаю себя в суставах. Нет, слушайте, наверное, надо поискать, да, все-таки. Так, в целом, там, спарринги, видео спаррингов. Часто говоря, огромные суставы. Так. Слушайте, а я не вижу какого-то дополнительного... Сейчас. А, вот же. Вы считаете, что для суставов лучше не работать на мешке? А как тогда совместиться работа ударов и беречь здоровье? Не-не-не, вы можете работать на мешке, как я уже сказал, совершенно определенным образом, или такими рабочими поверхностями, которые не оставляют этих вот ссадин, например, да? Я уже не раз говорил, что мне нравится ребро ладони, дно кулака, внутренняя часть кулака, внешняя часть кулака, вот верхняя часть кулака, например, мне нравится, да? Ладонь, основания мне нравятся, локти мне нравятся, пальцы мне нравятся, колени, естественно, стопы целиком, работа головой, тазом, плечами и так далее. Слушайте, но это совершенно не мешает вам работать на мешке. Все перечислено, по арсеналу гораздо шире, чем просто удары кулаками, например. Так что здесь проблемы с запястью, например, да? Вы можете работать, ссадин особых, наверное, не останется, я так думаю, внешне, скорее всего. Так, обережливости суставов, как это совместить? А как это совместить, я тоже сказал, ребят, тучковые действия прессуют ваши суставы, круговые действия растягивают, как правило, ваши суставы. Вот так это совместить. Не хотите прессовать суставы, растягивайте. Так, дальше идем. Значит. Так, про семинар я все рассказал. По-моему, нет особо. Чуть опять всплывет что-нибудь, что я наверняка забыл. А, по поводу, да, господи, конечно. Прилетать, ребят, надо в аэропорт Бургас. Если вы приедете в любой другой аэропорт, в Болгарии, там, в Варну, например, или в Софию, в Софию, как говорят в России, то вам придется еще добираться сюда, добираться, ну, не то, чтобы совсем не близко, но зачем вам это дало, лучше полетать в Мургас. Здесь тоже отдельно надо списываться. Здесь, если несколько человек прилетит, например, в один и тот же день, возьмете себе, либо рентакар возьмете, либо вы трансфер, например, закажем, вы приедете, вас привезут сюда, либо я объясню, как сюда доехать, либо если у меня будет какая-то удивительная возможность, то я вас, например, встречу и довезу. Но тогда параллельно надо будет решить какие-то вопросы, там, например, в Бургасе, да, у меня иногда возникнет вопрос, который, ради которых я туда ездил, например, да, скажем, как и другие города. Так, это по поводу прилета тоже, значит, это Бургас у нас, по поводу виз всяких, а, вот это я еще не объяснил, да, слушайте, как прилетать в Болгарию. Смотрите, если у вас в Шенген уже есть шенгенская виза, покупаете билет и прилетаете в Шенген, ну, все, никаких вопросов в Болгарии к вам не будет. Если у вас нет Шенгена, то идете в любое турагентство, договаривайтесь с людьми о том, что они вам делают визу, платите деньги, потом они эту визу, виза вам остается, а отель, который они якобы забронировали на вас, они отменяют этот отель, за это они берут небольшие, достаточно деньги и все. Все, с этой визой вы прилетаетесь спокойно в Болгарии, как я уже сказал. Это вот по поводу виз. Визы делают салоны быстро. В этих компаниях, у туроператоров, я не знаю, как сейчас, но когда я еще в России был, там, по-моему, в течение нескольких дней в Москве могли сделать визу. Ну, там, недели пускай. Быстро у нас там все делается. И стоит это, по-моему, стоило недорого. Ребят, сейчас как? Ничего, я не знаю, я в России не живу уже какое-то время. Так, дальше идем. Джон, пишет Станислав. Я в июле приезжаю на отдых. Алберна. Можно как-то встретиться? Что и как? Конечно, можно. Конечно. Давайте, мы спишемся. Смотрите, вот мои координаты под каждым видео обязательно стоят внизу. там, как это, мейл мой. Можно списаться через Facebook, через ВК, например. Как вам удобно. Хотите так, напишите так или так. И мы с вами договоримся, когда вы прилетаете, как мы можем встретиться и прочее подобное. А заодно ваши цели. Выясним, собственно, зачем. Если вы хотите просто поселить, кофе попить, пиво попить и так далее, это одна ситуация. Может быть, я в Алберна даже приеду. Я в Алберне к сапнирую. Вот. А если для тренировки там и так далее, ну, наверное, это не Алберна все-таки будет. Надо подумать. Кстати, есть варианты по поводу семинаров каких-то и прочего. Если у нас когда-нибудь будут складываться большие группы, то есть вы будете там, например, прилетать, там человек есть, например, будет прилетать, то мы можем на территории какого-нибудь жилого комплекса где-нибудь в Созополе например, да, я думаю, что можно там будет договориться об этом. Где-нибудь там, например, мы можем размещаться. Может в любом из отелей. Но отели обычно, знаете, это очень туристические места. Я не люблю эту суету, шум, дискотеки ночные и прочее. Вот это вот, честно говоря, вообще не по мне. Конечно, хотелось бы более такое спокойное место, где тренировкам мы будем уделять внимание больше, чем раздражение от окружения. Так, дальше идем. Окей, все, про семинар, мне кажется, я все поговорил, очень надеюсь. Следующий вопрос, который у нас сейчас возникает, это совмещение христианского православного мировоззрения и боевых искусств. Значит, смотрите, у нас даже под анонсом к этому стриму уже было, там была пара мнений по этому вопросу. Давайте сейчас, во-первых, пожалуйста, пишите, что вы думаете по этому поводу, есть ли здесь проблема, если не есть проблема, то какая. А я пока, как обычно, для начала беседы по вопросу что-то проговорю от себя. Значит, знаете, как я уже говорил, такая проблема, по-моему, возникает только на территории России. Проблема между православным мировоззрением и мировоззрением человека, протекущего в боевые искусства. В других каких-то местах, слушайте, ну, в Германии, например, я был, я не видел, что у людей, у католиков, например, есть какая-то проблема. Я был в семье католиков, например, даже там есть какая-то проблема с мировоззрением бойца, например. Люди совершенно спокойно читают, у Гальзин, не считая, что это какая-то крамола, и что это засоряет и так далее. Читают буддийские книги и прочее, и прочее, поэтому остаются католиками. На секундочку, среди как это называется, людей, которые изучают религию с позиции православия, есть несколько у нас людей, опять не называя имен, есть несколько людей, которые этим занимаются профессионально. Это люди от церкви, которые тотально изучают другие направления, не только конфессии христианства, но и вообще другие направления религиозной мысли, начиная от зороастризма и заканчивая там, например, я не знаю, чем-то еще особенностями, какими-то отдельными сектами, я не знаю. Вот. Им же это не мешает православным, тоже не мешает. Я надеюсь, вы это понимаете. Дальше. Если исторически посмотреть, вот, слушайте, даже при раскопках, когда раскапывали, делали раскопки на полях сражений самурайских, на захоронениях самурайских, находили иногда католические кресты. Потому что католическая миссия уже тогда присутствовала в Японии, присутствовала в Китае. Вот. То есть самураи не чурались христианству. Тоже у них не было такой проблемы. Поэтому все-таки я бы обозначил эту проблему как проблему чисто российскую. Проблему российского именно православия по отношению к боевому искусству. Так. Алексей пишет. Противоречий есть в непонимании некоторых практик. Таких, как медитацию, энергетики, священники считают духовными практиками. Поэтому это противоречит. Да, совершенно верно. Помните, я как-то говорил, что я провел какое-то, ну, относительно непродолжительное, конечно, время на территории одного из областных храмов. Честно говоря, территория воспринималась как край света, потому что сугробы были в рост человека и даже на службу и на церковную никто не мог прийти. Не мог. Не то, что не хотел, не мог даже прийти. Вот. И большинство служб зимой, например, это буквально там несколько человек священник. Я, мой приятель и две бабушки, которые пили на Кверсе. Все. Причем апостол мы читали с моим приятелем, там, например, да, Евангелие положено читать священнику, апостол вот мы, наверное, мы читали. Вот. И Псалтий, кстати, тоже. Вот. И там тоже, там тоже была ситуация. Я там проживал, я помогал, чем мог, ну там, свадим трудом, например, да, этому храму. Дело в том, что там спивались все иные стопники. Они спивались просто категорически. Вот. И когда я об этом узнал, ну, у меня с бизнесом было все хорошо, пока я туда не уехал, кстати. Вот. Это отдельная тема, что международного возвращения. я решил, что, ну, а что, фига, все идет как по маслу, ну, что, съезжу к маму. Я поехал туда в качестве стопника. Я там топил там печень зимой, например, да, на службах присутствовал там, прочее, прочее. и да, я там практиковал, продолжал практиковать буду искусством. И да, непонимание некоторое. Где там возникало? Священник, человек, примерно, у него возраст-то был тогда, молоды, были молоды, недовольны. Вот. Но авторитет священника все-таки выше, чем авторитет священника. Он периодически мне что-то говорил, слушай, а ты йогой не занимаешься, йогой нельзя заниматься, люди от этого сходят с ума. Даже не хочу откомментировать, ребят, ладно, окей. Значит, по поводу боевых тоже искусств. А ты там энергиями всякими не занимаешься, потому что энергиями тоже заниматься нельзя. Потому что, ребят, я кратко опишу вот эту конкретную ситуацию. Вот это был священник, который он только что вернулся из армии, тогда служили два года. Значит, человек деревенский. Школу он окончил там, ну там, тройки, четверочки, ну так, не особо, да. Не особо стремился учиться, пошел в армию, в армию, вы сами знаете, ничего хорошего русского человека не научил, точно. Вот. И вот он возвращается из армии, но он был так вот, как бы, это сказать, исторически православным человеком. Надо было кого-то рукополагать, оттуда священника переводили в другую область, надо было срочно священника поставить. Священников не было, тогда храмы открывались везде, священников не хватало. Ну и все, быстро рук положили вот этого человека. и он заочно обязан был учиться в семинарии. А заочное обучение в семинарии на те времена, ребят, сейчас я ничего не могу сказать, пусть меня во лжи никто не увлечает. Я говорю о том, что было тогда конкретно с этим человеком. Заочное обучение сводилось к тому, что он там появился в разы три семинария, в тельбу, сдавал какие-то условные экзамены, где не натягивали оценки, безусловно, потому что ну священник-то нужен был. И все. А дальше ему автоматом ставили все пять лет, по-моему, пять лет, шесть лет, я не помню, обучение. Вот что было. Он не знал ни религии обедения. Вы меня простите, вот скажите, кто из вас вдумчиво, из православных, то есть в случае здесь, вдумчиво, по-настоящему, читал хотя бы Евангелие, хотя бы одно Евангелие вдумчиво прочел. Я не говорю о всей Евангелии, я говорю, даже не о всем Новом Завете, а просто Евангелие. Вдумчиво и как следует. Не с точки зрения идеологии, не с точки зрения религиозной в контексте того, что если начальник не прав, смотри в первый пункт, в первом там начальник всегда прав, а с точки зрения вдумчивости. Кто-нибудь знает, например, вот я вас адресую, к апостолу, к посланию к Ригмину, апостолу Павлу, вторую главу. Кто-нибудь может сказать, например, о том, какова разница с точки зрения апостола Павла между православным и язычником. Вот там говорится о совести. В контексте совести рассматривается разница нервоззрений как раз православного человека и язычника. Вы прочтите, только вдумчиво прочтите и вы увидите, что конкретно там имеется в виду. Ребят, медитация, йога, все остальное, как и езда на лыжах, может вам повредить, а может подарить вам здоровье и какие-то новые скиллы. От вас это зависит. Если человек уже поехал к крыше и просто открывает тон Достоевского, например, читает о страданиях Раскольникова, наверное, у него крыша поедет еще сильнее. Ну что, Достоевский тогда теперь не годится никуда, он тоже не православный, а человек был православным, все время настаивал, если почитать его биографию, вы увидите, что он все время держался православным, настаивал на том, что это вот такая основа вообще жизни, ось мышления человека русского, даже не знаю в этом смысле. Так что вот, жду ваших комментариев, что вы думаете по этому поводу. Так, значит, Алекс пишет, агрессивность, спорта и жажда денег гораздо больше противоречит православию, чем медитации. ИМХО. Да, я тоже согласен с этим, но давайте смотреть на это немножко с другой стороны, давайте посмотрим на это именно с православной точки зрения все-таки. Я очень прошу ребят-апеистов сейчас удержаться от желания вообще поговорить о религиях. Я очень прошу вас встать на место человека религиозного, человека православного и именно оттуда посмотреть на проблемы. Так, Виктор пишет, все предельно ясно, если ты православный христианин, то ты должен быть именно именем, полагаться на защиту сверхъестественных сил. В таком случае заниматься гневомеркурским просто незачем. Алексей пишет, Виктор, мы не правы. Алексей пишет, я читал детскую гильню, ее легче воспринимать для начинающих. Это, видимо, ответ на мой вопрос, да? Ну да, действительно, это легче воспринимать, но она слишком адаптирована. Я тоже, кстати, видел ни одно издание детских книг, когда-то у меня был бизнес, связанный с книгами в том числе. Я много чего почитал на эту тему в том числе и детские книги и так далее. Среди прочего, они котировались в 90-х годах наряду с детективами. Но надо читать, ребята, первоисточник. Вообще, если вы хотите по-настоящему понять, что там написано и по-настоящему это воспринять, а не слушать людей, которые вам это перекодируют, пересказывают как-то, то вам, наверное, надо почитать, во-первых, полную книгу, во-вторых, желательно на церковно-славянском языке. Ребят, смысл церковно-славянского языка шире и глубже, чем смысл русского языка. Читать очень легко на церковно-славянском и проблем не найдете. Откройте просто попробуйте. Очень быстро, буквально минут через 20 небольшого усилия читать бегло. А в идеале, конечно, надо читать оригиналы. Вряд ли кто-то из вас греческий знает, с которого была переведена церковно-славянская тамбибия. Поэтому к этому уже не призывать. Но хотя бы на церковно-славянском почитайте, чтобы понимать, что и о чем. Ну, например, ну, кстати, по поводу переводов. Общеизвестная вот эта проблема, помните? Она много где описана. Вот, например, фраза «Легче люблюду пройти сквозь и больный ушко, чем богатому войти в царство небесное». Многие, наверное, знают, что верблюд в греческом произношении и написании вот это вот слово примерно так же пишется, как канат. На самом деле, в оригинале легче канат пройти через и больное ушко, чем богатому войти в царство небесное. Ну, у нас закрепился именно такой образ верблюда, который явно не может пройти сквозь и больный сквозь ушко. И типа этим усиливается наше впечатление. Но, ребят, вот еще раз, видите, тут происходит не то, что подмена, это не подмена, а вот это усиление, вот это дополнительная трансидерация какая-то, трансидерация даже, как тут назвать, не знаю, она немножечко вас удаляет от смысла. Вы начинаете воспринимать слишком образом то, что там написано. А там не так все образно. Ребят, как человек, который апостол на службу читал, я могу сказать, я очень серьезно погружался в чтение вот в это все. Я многократно перечел всю Библию на таком слоянском языке. У меня есть свои любимые моменты, которые, видите, я до сих пор могу цитируить, например, и так далее. Надо понимать, что именно там сказано, что именно содержится. Вот Виктор, например, написал, что боевыми искусствами нет смысла заниматься, если ты полагаешься на сверхъестественные силы. Здесь можно массу контраргументов привести. Отчасти мы правы, Виктор, отчасти мы правы. Но, например, если мы будем сузим диапазон обсуждения до конкретно православия, то, о чем мы написали, называется принципом несовершенства. Есть заповеди блаженства, например, есть обычные заповеди, не убей, не укради, не пожелай и прочее, прочее. А есть заповеди блаженства. Помните, блаженный нищий дух блаженство, 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 и так далее, и так далее. Это заповеди, блаженство, это новый, это еще один шаг для тех, кто хочет быть совершенным. Кто читал Евангелие, наверняка помните, там есть такая сцена, когда некий юноша подходит к Христу и говорит учитель, что мне делать, чтобы спастись, чтобы доследовать Царство Небеса. А Христос отвечает, ну что, не укради, не пожелай, не уже свидетельствуй, прочее, прочее, прочее. Перечисляет обычно 12 заповедей, 10 заповедей, которые у нас есть. А тут говорит, а я все это сохранил от юности моей. Тогда он говорит, если хочешь быть совершенным, продай все свое имение и следуй за собой. после этого им уже отошел. Ребят, это заповеди совершенства. Это для тех, кто хочет чего-то больше. Для обычного православного христианина приходского это вовсе не обязательно. Вы можете совершенно нормально совмещать разные какие-то моменты. Например, если вы такой уж православный человек, если вас эта проблема волнует, наверное, вы действительно считаете достаточно православным человеком. И наверняка вы знакомы с житиями святых, которые были воинами, разве нет? Здесь не было проблемы. Почему в этом случае возникает проблема? Она опять возникает не на принципе жестокости, а именно основываясь на том, что йога, цигун, какие-то еще там такие вот моменты, что они в православии не зафиксированы. Ребят, в православии много чего не зафиксировано. Все знают состав Библии. И скажите мне, вот есть так называемая каноническая Библия, есть неканоническая. Все знают об этом, да? Неканоническая Библия, она разрешена для пользования. Она также точно продается в церквях российских, православных. Все нормально там с этой Библией. И это не значит, что она как-то что-то там подзабрена. В нее внесены книги дополнительные, которые были найдены после того, как был сложен православный канон. И они были добавлены туда. И такое издание Библии называется неканоническое. Не потому, что туда входят какие-то апокрифы сомнительные, а потому, что туда входят совершенно нормальные книги, в которых нет сомнения, но которые просто не успели тогда, еще не были найдены, не успели войти в канон. Вот такая же ситуация тоже не вошла в канон. Но это не значит, что в православии это должно отрицать. Еще раз, люди, которые говорят вам, что белое это белое, черное это черное, возможно, просто не имеют представления о других цветах. Это факт. Знаете, кого называют войска НСС в Российской православной церкви? Кто знает, напишите сами. Я потом вам расскажу. Так, я пока почитаю. Так, так, так. Джоанин пишет, вера в Бога развивается в человеке, любовь и отношение к Богу и длинному. Так, Алексей пишет, еще противоречие может быть в том, чтобы стали занятия ВИ на первое место в жизни, больше Бога семьи. Вот, отличная версия. Вы совершенно правы. Я вспоминаю одного своего приятеля, с которым мы познакомились на работе. он был тоже бойцом, технически он довольно хорошим бойцом. И одновременно с этим во время того, что он работал, он еще периодически выступал в качестве алтарника в церкви, то есть присутствовал на воскресных службах и на субботних, помогал там алтарникам, иногда даже читал подрокодку и так далее. И тоже у него все время возникала вот эта проблема. Он говорит, ты представляешь, я вон там я стою и думаю не о том, что сейчас вот здесь происходит, а мне приходит в голову связка. Как я вот здесь вот так, а здесь вот так, а здесь вот так. И он мне говорит, это же так плохо, наверное, это же так плохо. И он так мучился этим, ребят, для меня эта проблема не самая единственная не стоит, но для него это была серьезная проблема. Он пошел к одному священнику к другому священнику. К тому он пришел и говорит, ну вот, представляете, я вам занимаюсь на искусстве, я не знаю, как это совместить с православием. И он говорит, нет, 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 если хочешь жить по-православному, значит, давай живи так, как все другие живут. Не занимайся этим. И спортом не занимайся. И вообще. А к другому священнику пошел. Тот говорит, занимайся на здоровье. Не делай из этого культа. Не подменяй это Богом просто, верой своей не подменяй. Занимайся на здоровье. Понимаете, ребят, мнений тоже очень много. В том числе в священнической среде. Священники, которые хотя бы какой-то курс оконченный, символистский, не как вот тот священник, о котором я говорил, а как человек, который прошел это все-таки обучение. А там проходит религия ведения. Глубоко довольно проходит. Такой человек не скажет, не занимайся этим. Он и по йогу так не скажет, и по цигуру так не скажет. Вот. Теперь про войска СС никто ничего не написал, да? Окей, дальше идем. Так, Алексей пишет. На первом месте жизнь по заповедям, спасение души, на втором семья, ближнее, на третье занятие, боевые, хобби и так далее. Нет, ну, да, в принципе, я понимаю, это вот такой православный взгляд, все правильно, но я бы не стал, не стал бы все-таки раздавать различные вещи, потому что всякому овощу в свое время. Наверное, когда вы на работе, вы больше думаете о работе, чем, например, о заповедях. Когда вы занимаетесь боевыми искусствами, наверное, в этот момент вы думаете о боевых искусствах. Поэтому здесь вот первенство чему-то отдавать довольно сложно. Если бы вас поставили в фантастическую ситуацию, выбери или одно, или другое, наверное, вы бы выбрали то, о чем вы пишете, вы бы выбрали веру. Но вас же не ставит никто перед таким выбором. И такая ситуация невозможна в жизни. Я так думаю. Поэтому не думаю, что если надо раздавать какие-то места. Так, Алексей пишет, потому что когда человек умирает, отборает в ад, то там понимает, что он ценнее всего, что ценнее всего жить в вечной войне. Ну да, это понятно. Кстати, такого же взгляда на вещи. Я сейчас не хочу ничего говорить против православия. Ребята, не считайте, что я тут волшебный язычник, который выступает против того, что вам дорого. Я это не хочу сказать. Я вам скажу, как любой человек, который плотно, достаточно изучал вообще направление религиозной и философской мысли. Так вот, такого же мнения, как в Алексею, придерживается и буддист, и даос, и зарастанница. и мусульмане, и иудеи. И этот список еще можно продолжать. Вот в этом смысле правил, пожалуй, все. Так, Виктор пишет, если заповеди Нового Завета у вас на первом месте, то скажите, где, в каком месте Иисус разрешает бить в ответ. А я вам скажу, или есть ответ, ну, я сейчас прочту еще ответ, а потом скажу. Так, Алисия пишет, еще христиане должны быть хорошими воинами для защиты ближних. Совершенно верно. Одна из важнейших категорий, помните, нет выше той любви, когда кто-то положит душу свою за друга свои, за ближних. Совершенно верно. Это и есть основная воинская заповедь. Поэтому, даже, когда вы читаете Жития святых, например, мы порой встречаемся с удивительными упоминаниями о том, что воин за себя не сражается, но когда кого-то пробует, он бросается, в общем, сражается и все остальное. Да, в том числе. Так, Алексей пишет, а так, Джон пишет, я так знаю, что философия в ушу неправильно учиться этому струне, искать драку, и это неверно, и потому я вижу гибель, философия в ушу похожа. Да, это вполне естественно, потому что основные положения, которые сейчас называют гуманистическими, знаете, мы переживаем себе постбоксерского вот этого, кроме постбоксерской эпохи, мы еще переживаем эпоху гуманизма, даже в этом смысле подгуманизма. Так вот, гуманистические ценности на сегодняшний день проповедуются почти всеми религиями, почти, я говорю, и почти всеми, как это, почти всеми конфессиями этих религий, за исключением особенно радикальных, сумасшедших и так далее. поэтому тоже относится и к основной вот этой тройке, например, китайских мировоззрений, конфуцианства, буддизм, чанг-буддизм или даусизм, например, там те же гуманистические ценности. В этом смысле абсолютно верно. Кстати, знаете ли вы, что Китай сейчас не приветствует распространение христианства на своей территории? Это факт. И не надо, пожалуйста, думать, что это связано с тем, что они ненавидят христианство как таковое, кто-то там ненавидит. Ребят, никто там никого не ненавидит. И горстка людей, которые управляют Китаем, так же, как и Россия, это горстка партийцев каких-то, которые сами все решают за других людей. Если бы они не решали, то люди бы решали за себя. Это во-первых. Во-вторых, миссии, которые там были, там в начале прошлого века в Китае уже были католическая, протестантская и православная миссия. И, кстати, сейчас до сих пор есть там православные церкви тоже в Китае. Просто нет распространения, не дают распространяться. Не дают строить церкви, там не распространяться учения. Даже запрещено их проповедовать. Вот. Но, тем не менее, с чем вообще в принципе связана вот эта неприязнь верхушки? Не только с коммунистической идеологией. Ведь коммунистическая идеология сейчас отпустила вот эти вот направления чисто китайские. Такой философской религиозной мысли, да, как даусизм, например, Чань и гуддизм. Хотя с гуддизмом тибетским борются и с исламом на севере в в ульгурском автономном округе тоже борются. Но, тем не менее, не только с этим это связано, а с тем, что под эгидой христианства на территории Китая присутствовало большое количество довольно коммерческих и нехороших миссий, как бы не миссий, а к проекту таких коммерческих и нехороших. В том числе опиумная война, на секундочку, благодаря которой вымерло большое количество китайцев. И эта опиумная война нанесла большой ущерб китайской не только экономике, но и вообще вернула Китай, отбросила Китай несколько даже назад в своем развитии. И это все делалось под эгидой якобы христианства в том числе. Как помните Конкиста, когда испанские конкистадоры вымораживают Америку, уничтожают население, разрушают культуру, ведут себя совершенно не по христианству, но называют это христианством. Вот такая ситуация тоже возможно вполне. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что Китай спасает право. Не надо думать, что дело в том, что он ненавидит Христа, ненавидит православия, ненавидит вообще что-то такое. Это вот след, вот эта осадочка осталась. Так, дальше идем. Алексей пишет, Виктор, вы имеете в виду подставить вторую щелку, если имеется в виду, надо постараться сохранить мир и иногда ценой каких-то унижений. Но если это не удастся, то придется принять силу. Да, действительно, и мало того, вспоминайте момент, когда после последней вечери Христос говорит своим ученикам, значит, возьмите у кого нет там, возьмите сумму, у кого нет меча, возьмите меч, потому что наступает стрёмное достаточное время. Простите меня за такую лёгкую трактовку, потому что я понимаю, что я сейчас буду сыпать цитатами, и это не всем понравится. Окей. Так вот, даже там есть момент во время предательства Иуды, когда Пётр отсекает ухо одному из людей, которые пришли арестовывать Христа. Помните от моего. Так что вопрос использования оружия, вопрос ничей и прочего, это не вопрос, который относится к тем, кто хочет достичь совершенства. Дело в том, что монашеский институт, вот институт монашества в условиях полославной церкви, это и есть такое выковывание совершенства. Кто хочет, тот туда идёт. Никого же не тянут туда силу, правильно? Хотите, становитесь монахом. У меня пара друзей прорушу в монахи. Не знаю, кстати, они дальше проявалось общение. Вы можете туда пойти, чтобы достигать какого-то совершенства духовного. Можете не ходить, оставаться нереанимым и продолжать свой христианский путь среди нереаним. Тоже проблем никакой, да? Окей. Алексей пишет, Станислав, религиозный человек, верующий, православный. Позвольте мне не отвечать на этот вопрос, как всегда, я уклоняюсь от бесед о себе и стараюсь кондициональную информацию оставлять при себе. Это меня научилось в жизни. Многое, что я повидал в этой жизни. Идем дальше. Виктор пишет. Но где-то уже трактовки слов о словоположниках христианства. В чем акцент? Ну, тоже трактовки. Да, можно до абсурда до трактоваться. Да, совершенно верно. Кстати, в авраинических религиях иудаизм, христианство и ислам очень многое значит трактовка. Даже существует, например, в исламе существуют так называемые все знают, наверное, которые трактуют что-то. Потому что мы знаем как представители империи ислама многие то так могут потрактовать одни и другие слова, то вот так могут потрактовать и так далее. В этом смысле там с открытым кодом как бы все это. Вот абрамические религии именно поэтому в иудаизме постоянно пополняются толумбут. Мишей продолжает писать фактически тот же самый тавсир на Туру и Мишу. Потому что это устанавливает четко определенные какие-то моменты в религиозной жизни иудеев. В христианстве кстати такие тавсиры тоже существуют в виде трудов различных таких достаточно известных христиан например такой священник как Иоанн Каштанский например мы можем почитать и так далее. но с точки зрения православной понимаете вы возьмете одну книгу там одно мнение по какому-то поводу возьмете другую там другое тоже мнение так же как и во всех аврамических религиях не будет у вас установки четкой все эти вещи решаются вами лично в конечном итоге саму так дальше Алексей пишет эти англосаксоны и сейчас продолжает свою колонийальную политику в отношении России и в отношении других стран англосаксон вы имеете ввиду значит ребят я понимаю вашу беспокойность действительно существует некая экспансия которая связана с наиболее на сегодняшний день развитыми а соответственно и наиболее значимыми странами но среди таких стран ребят не только Британия я на всякий случай отмечу среди таких стран скандинавский регион среди таких стран США среди таких стран Турция на сегодня значит Франция тоже обладающая ядерным оружием например так же как и Турция Китай вот поэтому об экспансии конкретно англосаксов я бы не стал сейчас говорить я знаю я знаком с людьми которые утверждают что ну все списывают только на них ребята это не так в мире это правда совсем не так если вы съездите на Дальний Восток в регионах которые сейчас обживаются корейцами и большей части китайцами будут видеть совершенно в другой структуре дития если вы узнаете что на сегодняшний день если не ошибаюсь по-моему Китай по импорту из России нефти занимает первое место тоже может быть вам это что-то даст так же как в Китай идет вообще весь цвет нет был даже момент волшебный ребят в 90-х когда в Китае японию сейчас не помню продавали ломы ломы все знают такой инструмент они просто были из хорошей стали и их закупали для того чтобы переплавлять делать какие-то вещи у нас этот лом стоил копейки а там это был очень ценный ресурс такова структура жизни сейчас в соединении феодальной России так это сейчас выглядит поэтому я бы удержался все-таки от обвинения англосаксов ребят если мы говорим об экспансии военно-экономической это одна страна об экспансии ноу-хау это другая страна об экспансии связанной с производством мировой это еще одна страна об экспансии влияния на какой-то большой регион как вот Турция например влияет на всю жизнь Ближнего Востока например и является одной из диктующих сил например это тоже факт и так далее мало того мало кто из вас может быть знает о важном влиянии Франции хотя этому совершенно русскому Франция влияет вообще на все происходящее другое но почему французов не обвиняется или Греция кто что-нибудь из россиян по-настоящему знает о Греции и о ее влиянии на на все на все на все на все а вы не представляете себе как Греция в настоящий момент влияет например на на ООН да на Евросоюз как когда продвигает свои интересы когда греков обязали греческое правительство обязали урезать пенсии ну вернее их обязали урезать бюджет а идиотам в правлении Греции пришло в голову что надо урезать пенсии так вы знаете чем это кончилось тем что пенсии не только на нули но и подняли был вам Греция и правительство было вынуждено находить другие способы взаимодействия с Евросоюзом ну и так далее и так далее понимаете это тоже влияет на весь Евросоюз решение такого маленького народа как Греция да влияет в том числе на мировое сообщество ну это в России просто мы ни на что не влияем это отдельная тема если хотите мы тоже поговорим отдельно только нам так говорить что статьи нам бы накатали все так Джонни пишет солдаты ЕСС они я так слышу уничтожали тех что и соответственно нацизму пошли на те у кого есть вера на душу этого мнения нет знаете вы правы да хорошо но до сих пор войска ЕСС в церковном круге в круге тех кто воцерковленный постоянно посещает церковь войска ЕСС так между собой называют самых смиренных это сокращенно самые смиренные СС это те самые бабки которые бросаются к вам и говорят а ты что шапку не снял таким вот жутким шепотом каким-то или там а что у тебя короткая юбка такая например начинают говорить бросаются к девушке она девушка пришла туда первый раз в жизни я зайду в церковь вот я сейчас помолюсь и у меня что-то случится волшебное она верит в Бога как в Гарри Поттера то есть она считает что там она сейчас свечку поставит и свечка это в качестве волшебной палочки будет и все решится у нее в жизни и вот она первый раз пришла пусть даже так вот с таким сомнительным предлогом и тут же войска СС на нее набрасываются и она больше никогда не придет туда вот кто такие войска СС я это кому упомянул раньше что их тоже слушать ребят не надо не надо слушать тех кто пытается перефразировать то во что вы верите найдите это сами ведь не зря для вас это все писали у вас есть жития святых у вас есть библия целиком у вас есть творение святых отцов у вас есть потеряки читайте читайте просвещаетесь когда вы прочтете хотя бы три-четыре разные книги какие-то вы поймете что разно как это по разному трактовать разные трактовки уже начнут пропадать вы поймете о чем в том или ином случае мне так кажется так идем дальше Виктор пишет Христос осудил Петра за то что он достал меч нет он его не осудил нет там по другому было убери меч свою в нужны ибо сейчас короче наглежит ему просто идти туда куда ради чего он собственно пришел вот какой был аргумент и поэтому он это ухо прикладывает снова легионеру оно прирастает и так далее он не осудил Петра он не сказал выброси меч о котором я уже упоминал чтобы ты его взял он это не сказал следите за первоисточниками но но дополнение очень хорошее Виктор очень бумаги действительно это правда так Алексей пишет Китай постепенно отожмет нас в Дальний Восток и Сибирь это предсказывает Сибирь но причем мирным путем ну да безусловно вы хотите сейчас поговорить уже на политические темы хотите мы сейчас будем говорить о вот мы достаточно поговорили о совмещении православного и такого боевого как-то овозвышения или все-таки надо еще коснуться цигун надо коснуться йоги надо коснуться еще чего-то еще чего-то и так далее ребят смотрите еще раз вера в единого Бога не вынуждает вас отказаться от упражнений йоги вам не надо становиться индуистам и поклоняться ежедневно не знаю кому Шиве Ганеши и кому-то еще там я не знаю там Каве для того чтобы продолжать свой путь в йоге никто от вас этого не требует я с цигуном для того чтобы верить в единого Бога вам не надо поклоняться какому-нибудь вымышленному Богу цигуну ребят тоже не надо я не понимаю здесь связи я не вижу проблемы так же я по всем остальному уможу так Алексей пишет я хотел еще задать вопрос может это уже к следующему стриму про хороших бойцов боевого маленького роста спальни с большими ребятами рослыми на вашем опте окей с удовольствием скажу даже сегодня может быть если успею или уже два часа нифига себе хотите продолжать стрим или закончим или действительно перенесем в следующий стрим может быть у кого-то большинство может быть дела какие-то есть или хотите продолжим так значит по поводу нервоззрения уже поговорили по поводу политики сейчас буквально пару слов чтобы услышать ваши комментарии по поводу закрытия стрима или легкого продолжения так спасибо огромное очень познавательное и по сути выбор таков не сходи с ума и если практикуешь боевое искусство то развивай себя и в боевых искусствах хотите работать во всем алексей пишет я бы продолжил давайте еще немножечко тогда хорошо в принципе любой из нас из вас вернее может в любой момент покинуть стрим так что мы же никого не держим если у кого-то дела тогда можете спокойно заняться своим делом и потом посмотреть записи остаток давайте еще буквально минут 15 поговорим немножечко хорошо какой вопрос более удобен так вот алексей пишет как вам удобно окей какой вопрос вам более интересен сейчас хотите о политике о Дальнем Востоке или хотите о том о спаррингах с бойцами разных родного роста разной кондиции что вам интереснее в принципе о работе с бойцами разных физических кондиций я уже говорил не раз мы говорили об этом в стриме и в различных видео об этом упоминания какие-то есть но мне как бы не сложно об этом снова поговорить в частности а так вот Алексей пишет с политикой все ясно давайте оба их окей давайте если нет других мнений окей значит по поводу бойцов разной кондиции смотрите я вот как-то рассказывал когда о бойце невысокого роста который отлично работал ногами в том числе очень высоко прыгал двумя ногами одновременно бил в две разные цели и так далее ему например ничто не мешало быть хорошим бойцом при низком росте а он был тоже у меня на голову на пол головы например ниже а я сам по себе тоже не очень-то высокий прямо скажем вот так что ему это не мешало например спасибо вам и до скорого очень поздравительно всем успехам спасибо и вам большое до встречи до следующей так вот значит по походам по другим клубам каким-то крупные люди я уже упоминал об этом крупные большие люди у меня как-то не сложилось ощущение что они хорошие бойцы я не знаю тут можно по разному разное предположение вот на эту тему может это связано с их психологией с тем что они достаточно пугающие и уже считают это большим аргументом в свою пользу может быть это связано с тем что слишком полагаясь на мышцы а такому крупному человеку не приходится полагаться на мышцы потому что мы говорим сейчас не о людях которые заполи жиром а мы говорим о людях крупных с точки зрения мышц такой человек не способен поддерживать двигательные программы более свободные свободные от мышечного усилия какого-то может быть поэтому бог его знает но как правило такие люди не слишком хорошие бойцы я это говорю опять не с точки зрения тех людей которые сейчас начнут писать что а ты сам вообще ощущал когда-нибудь удар сильный ребята это не с точки зрения сильного удара сильно ударить можно в мешок который перед вами болтается а в бойца который перед вами находится сильно ударить попробуйте еще сначала я об этом говорю вот это по поводу крупных людей вот по поводу людей невысокого роста я привел пример одного такого бойца в моей практике были другие подобные бойцы среди самооборонщиков кстати значит тоже как правило среднего роста не высокие не длинные ребята хорошо работают еще я отмечал что высокие и субтильные люди тоже хорошо работают потому что у них нет скованности в действиях как правило они на мышцы не сильно полагаются у них хорошо разуме сухожилия к тому же длина конечностей иногда дает небольшие бонусы если такой боец может им пользоваться так что вот субтильные высокие тоже иногда представляют какой-то такой представляют для себя хороших бойцов могут представлять я имею ввиду вот ну и так далее на моем опыте вопрос роста веса физической кондиции это не самый важный вопрос вообще такой вопрос становится сложным знаете где например вы находитесь в трамбуле электричном не знаю вышли покурить и выходят три здоровых крупных мышцеватых человека которые просто зажимают вас в угол здесь их масса имеет значение они с вами не сражаются вы даже не знаете о их надеериях они просто вас зажимают в угол а потом что-то там еще происходит такая ситуация возможна вы боятся или не боятся вы понимаете то что происходит вокруг вас или не понимаете когда вы уже допустили ошибку умеете выставлять эту ошибку реминировать так что вот крупные вот это это когда вас как-то на вас наваливаются вас выжимают и так далее то есть к бою конкретно отношения большого не имеют вот это так же как ну просто вот вышли и споткнулись после этого плохой борец я не думаю это просто стечение обстоятельств я бы так сказал так есть еще какие-то вопросы по кондиции я не знаю вот например помните мы говорили с вами о женщинах в бойцах женщины как правило все-таки ну как правило ниже мужчин весят меньше и находятся в какой-то кондиции менее плотной чем мужчина например и так далее но мы уже с вами отмечали что женщины сражаются агрессивнее и жестче чем мужчины как правило если они умеют это делать им не мешает физическая кондиция даже может быть наоборот Алексей пишет в партере маленький со здравиком нет в партере в условиях борьбы спортивных правил ребят почему в споте существуют разграничения вот эти вот на весовые категории ну потому что легковесик со сверхтяжем рядом не только не смотрится но и сделать ничего не может в условиях этих правил если бы легковесику легковесика подготавливали по другим правилам если бы он владел другими вариантами работы я думаю и со сверхтяжем например какими супертяжем он справился наверное так вот поэтому когда мы говорим о борьбе о работе в партере вы должны быть такого же веса как и ваш партнер как и ваш противник в противном случае вы конечно будете убеждены это вопрос правил но в других правилах в ситуации когда вы можете работать не так как принято в спорте вы получаете другие возможности другие бонусы когда вот это деление на категории уже не имеет значения так а если без правил какие у него шансы слушайте мы опять теоретизируем с вами я не знаю каких именно бойцов вы имеете ввиду и вряд ли мы этих бойцов сведем на одном ковре но давайте предположим что мы говорим о некоем среднем каком-то не знаю будем сейчас волшебно гадать о некоем среднем человеке более тяжелом и более крупном да и о среднем каком-то борце который весит меньше и менее крупном какие у него шансы без правил если он работал над техниками которые выходят за рамки спортивных правил то у него вот эти как раз шансы шансы которые ему дает вот это обучение если он обучался только по правилам борьбы а потом ему говорят слушай давай я работаю без правил он все равно будет работать по правилам борьбы но нет у него других возможностей у него голова работает по-другому двигательные способности у него совершенно другие понимаете о чем я говорю поэтому в данном случае все равно проиграет него просто потому что он готовился не к тому а если он готовился не к работе в портре борцовской если он умеет работать по-другому ну да вот эти шансы есть те которым он обучался а он обучался работать против людей более громоздких и каких-то еще вот такие шансы у него есть так окей достаточно мы об этом поговорили так Виктор пишет спасибо за стрим в очередной раз все четко обоснованно и понятно спасибо вам большое Виктор спасибо всем кто участвовал в этом стриме всего вам доброго до следующих видео до следующих стримов не забываем писать вопросы еще какие-то которые возникают даже если эти вопросы уже задавались но мы их не совсем как-то правильно обсудили тоже пишите эти вопросы пишите в каком контексте вы хотели бы их обсудить Алексей пишет спасибо вам и вам спасибо большое Алексей все всем всего доброго счастливо прощаюсь с вами до следующих встреч до следующих встреч Продолжение следует...